Джой Адамсон Пятнистый сфинкс Перевод с английского Издательство Мир, Москва, 1976 год Считает Николай Казий Пятнистый сфинкс Тем, кто отдает свои силы, чтобы сохранить жизнь диким животным Самому существованию которых угрожает деятельность человека Многие годы жизни мы с моим мужем Джорджем Адамсоном посвятили изучению и охране диких животных теней В основном тех видов сохранности которых угрожают люди И охотники, и браконьеры И те, кто, расселяясь, вытесняет зверей с их территории А это уже куда сложнее Эту проблему, конечно, можно разрешить Организуя сеть заповедников и национальных парков Где дикие животные продолжают жить в естественных условиях Не мешая людям в освоении новых территорий А любители природы получают огромное удовольствие, наблюдая за ними Я уже давно решила отдавать все гонорары за свои книги в фонд Эльсы по охране диких животных Во-первых, потому что я люблю диких зверей И убеждена, что грядущие поколения очень много потеряют Если никогда не увидят невеликолепных жителей лесов и пустынь Таких, как львы, тигры, слоны Непрелестных мелких доманов, ушастых лисиц, мунга И многих-многих других Во-вторых, я считаю, что исчезновение целых видов Нарушит равновесие, существующее в природе А это неизбежно приведет к последствиям губительным для всех нас Может быть, вы читали мою повесть о львице Эльсе, которую мы спасли совсем маленькой Она была членом нашей семьи, пока мы не решили, что наш долг вернуть ее к свободной жизни А это поначалу оказалось совсем не так просто Быть может, вы прочли и о ее детях, Джиспе, Гуппе и Эльсе маленькой Их мать умерла, когда они были еще слишком малы, чтобы жить самостоятельно И мы помогали им, как могли Пока нам не велели увезти их из тех мест, где они родились и жили Это было нелегко Но после множества передряг нам удалось заманить их в клетки В которых мы и перевезли их в огромный национальный парк в Серенгетии Где они были потеряны для нас, но зато могли жить на свободе Моя новая книга посвящена гепарду по имени Пиппа Она попала в семейство Данки крохотным детенышем и стала совершенно ручной Когда ее хозяева уезжали из Африки, они попросили меня забрать Пиппу И я обещала им вернуть ее к дикой жизни В этой книге вы прочитаете обо всех приключениях, связанных с этим вполне успешно прошедшим экспериментом История Эльсы и ее львят, так же, как и рассказ о Пиппе Переведена более чем на 25 языков И я с большой радостью думаю о том, что благодаря этим книгам могут возникнуть общие интересы у многих народов в разных странах Я счастлива, что наша с Джорджем работа, а также книги и фильмы об Эльсе и Пиппе широко известны в Советском Союзе И надеюсь, что это поможет охране диких животных и в вашей прекрасной стране Джои Адамсон, 1971 год Глава первая Мой новый питомец В сентябре 1964 года Друзья попросили меня взять на воспитание Восьмимесячную самку гепарда Ее хозяева уезжали в Англию И хотели, чтобы их любимица осталась в Кении Я в это время была на съемках фильма «Рожденный свободный» И база нашей киногруппы находилась у подножия горы Тения А в группе я имела возможность не заниматься львами И поэтому могла взять любого зверя Конечно, я приняла предложение с восторгом Хотя гепарды приручаются легче остальных больших кошек Об их образе жизни на свободе почти ничего не известно Это единственные в своем роде животные Они совмещают в себе признаки кошек и собак И хотя их все же относят к кошачьим Они, по сути дела, очень отличаются от всех других зверей Они резвейшие на земле млекопитающие И в беге на короткие дистанции Показывали скорость более 60 миль в час Рекорд для скаковых лошадей 40 миль в час Гепарды словно созданы для скоростного бега Легкий костяк, маленькая головка, короткий подбородок, длинные стройные ноги Когти не втягиваются, как и у собак Гепарды и сидят по собачьи, и охотятся, как собаки Однако отпечатки лап у них совершенно кошачьи Они пользуются когтем первого пальца Так же, как все кошки И лазят по деревьям, хотя это, может быть, и приобретенная привычка Золотисто-песочная шерсть гепарда Похожа на шерсть гладкошерстных собак А черные пятна на ней пушисты, как коршачий мех Гепарды — одиночные животные И на открытых равнинах, где они живут Их редко встречают группой Только с детенышами или вперед спаривания Обычно бывает до четырех детенышей И они появляются на свет через 90-93 дня У них длинная пушистая гривка И серый мех на спинке резко контрастирует С темной, гладкой и пятнистой шерсткой на брюшке Первые два-три месяца малыши похожи на чепрачных шакалов С забавным пестрым брюшком Потом пятна проступают по всей шкурке Она становится желатистой, гладкой А остатки гривы сохраняются только на плечах и за гривки Название хита, что значит пятнистый Пришло из Индии История этого зверя загадочна Изображения гепардов встречаются на древнеегипетских фресках и барельефах Как символ храбрости Мы знаем два случая, когда гепарды были любимцами сильных мира сего Один принадлежал Чингисхану Другой — Карлу Великому Казалось бы, еще совсем недавно Индийские принцы охотились с гепардами Которых специально тренировали, чтобы загонять дик Но уже с 1930 года Дикие гепарды в Индии не встречаются Вид сохранился только в Африке Последний учет численности гепардов Показал, что в некоторых районах Восточной Африки Они еще попадаются Но выживут только в том случае Если их будут охранять Предложенную мне самку гепарда Подобрали в Ваджире Это пустынная область Северной пограничной провинции Тении Майор распвартированного там полка Взял маленькую сиротку И вырастил ее вместе с собственными детьми В своем доме возле Найроби Вскоре малышка стала ездить со всем семейством За покупками И ее хорошо знали во многих магазинах Найроби Майор Данки и его жена Назначили мне встречу 17 октября 1964 года В отеле Ньюстенли Когда я увидела семейное чаепитие В обществе гепарда Который невозмутимо восстедал На собственном стуле И пристально рассматривал Окружающих золотыми глазами Вопрос решился сам собой Я влюбилась в эту кошечку С первого взгляда Но, следуя своему старому правилу При знакомстве с детьми и животными Предоставила инициативу Ей самой Чтобы дать ей время решить Как ко мне надо относиться Я разговаривала с ее хозяевами Стараясь разузнать Как можно больше о ее привычках Мне сказали, что Титти Котенок, как ее звали Обожает детей И играет с ними в прятки В саду среди рост Но зато не прочь погоняться За чужими людьми и собаками Я также узнала, что Титти Спит на кровати С миссис Данки И во время утреннего чая Получает миску молока К сожалению, она часто Напускала в постель И мне пообещали дать клеенку Еще мне сказали, что Титти Обожает плюшевого кролика И этой куклой Можно легко отвлечь ее внимание Если она начнет плохо себя вести Наконец, на тот случай Если она объявит сидячую забастовку И не захочет трогаться с места Мне посоветовали прямо хватать ее За хвост и за гривок Так как она к этому вполне привыкла Она съедает 3 фунта сырого мяса в день И пьет много молока В которое нужно добавлять 4 капли поливитаминов Как редкое лакомство Ей можно давать птицу мышь Пока мы болтали Титти изучала меня, щуря глаза Под тяжелыми надбровьями Потом потянулась ко мне И с громким мурлыканьем Облизала мое лицо Я гладила ее мягко и мех Чувствуя, что все ее тело Вибрирует как мотор Когда она, вдыхая и выдыхая Издает ритмичные звуки Знаменитое мурлыканье и парда Потом она стала слегка Покусывать мне ухо А это, как меня уверили У нее признак самого лучшего отношения Все мы почувствовали облегчение Поняв, что она меня признала И что скоро мы станем друзьями Супруги Данки сказали мне Что многие, кому хотелось увезти Идти в Англию или Америку Предлагали им за нее До 400 фунтов стерлингов И хотя Данки были небогаты Они отказались от этих предложений И решили найти приют для Китти в Кении Где она могла бы жить Как можно свободнее Они знали, как я люблю животных Были знакомы с историей Эльсы И поэтому очень хотели Чтобы именно я взяла Китти Пусть у нее будет счастливая жизнь Я была глубоко тронута Этим доверием Тем, что они подарили мне Очень дорогое для них существо И обещала сделать все возможное Чтобы их надежды оправдались Именно в этот момент Мне пришла в голову мысль Вернуть Китти Данки привезли к свободной жизни Для которой она была рождена Но я не была уверена Что это удастся И потому промолчала Я даже сказала Что во время съемок Буду вынуждена держать Китти в вольере Так как в лагере полно львов И я смогу выпускать ее Только во время прогулок по окрестностям Возражений не было Через несколько дней Данки привезли Китти В лагерь киногруппы В Нарамору В 120 милях от Найроби Я жила там все время Пока снимался фильм Рожденная свободной Возле наших двух палаток Уже был подготовлен Просторный вольер Его построили вокруг Большого дерева А среди ветвей Прилазили площадку из досок Чтобы она могла лазить Сколько угодно Скалами в вольере Должны были служить скамейки Чтобы Китти чувствовала себя Спокойнее ночью Я заказала большую деревянную клетку С двумя дверями Одна подъемная затянутая сетка И примыкала к моей палатке Другая открывалась в вольер Таким образом Когда ей станет одиноко Она всегда сможет почувствовать Мою близость Решив Что смена приемных родителей Самый подходящий момент Для того, чтобы отучить ее спать В подстеле Я расстелила в клетке Приехавшие вместе с ней И знакомые ей Одеяло Положила подушку И игрушки А свою кровать Поставила рядом С проволочной дверью Чтобы ночью спать Рядом с малышкой Я попросила у Данки Разрешение Сменить ее имя Мне хотелось назвать Китти Пиппой И произносить легче И хорошо будет слышно Когда придется звать Издалека Примечание Пиппа Сокращенное от Филиппа Имя известное По классической поэме Браунинга Пиппа Проходит Они согласились с этим Оказалось Что почти все мои любимцы Носили имена Начинающиеся с буквы П Пиппин Пати Пампа И так далее Если им случалось заблудиться Этот резкий Взрывной звук Был слышен очень далеко Бедная Пиппа Сколько ей еще предстоит узнать Наконец С делами было покончено И я предложила Позавтракать Я видела Как непринужденно Держалась Пиппа В переполненном Городском ресторане И без малейшего сомнения Решила взять ее В нашу столовую Мне хотелось познакомить Ее с киногруппой Тем более Что все уже знали О ее прибытии Подъезжая к ферме На краю лагеря Мы заметили Что люди спешат Покинуть столовую И укрыться В своих комнатах А когда Пиппа Высточила из машины Началось просто Паническое бегство Услышав хлопанье И стук дверей Я поняла Что гепард Нарушил спокойствие Киногруппы И мне стало Как-то неловко От такого приема Зато Пиппа Проследовала в столовую Не обращая Ни малейшего внимания На вызванный Ею переполох Села с нами за стол Как маленькая леди И без укорения Навела себя Пока мы завтракали Она была так поглощена Изучением нового помещения Что никак не хотела уходить И в конце концов Майору Данке Пришлось продемонстрировать Прием хвост из огрелок Чтобы перенести ее в машину Очень скоро Данке Вернулись в Найрубе Меня восхитило их самообладание Когда они расставались Со своим другом Китти Я понимала Чего им это стоило Отныне за Пиппу Отвечала я одна В лагере Симба Левином лагере Она вызвала живой интерес У львов Которые снимались в фильме Львов было довольно много Потому что мы не могли знать Заранее Кто из них лучше сыграет В различных эпизодах Из жизни Эльсы Ближайшие соседки Пиппы Две старые львицы Бродили вдоль загородки Стараясь получше Разглядеть Странное Пятнистое существо Все вольеры Были разбросаны По участку Разделены группами деревьев Кроме того Некоторые из них Вдобавок Были загорожены Щитами Чтобы животные Не видели друг друга Считалось Что это Обеспечит им Полное спокойствие Но ведь Эти предосторожности Не могли Помешать львам Слышать звуки И ловить запахи Особенно после заката Когда их рычание Тревожило Ночную тишину Мне нравилась Эта перекличка Которая поднималась До потрясающего Крещенда И переходила В ритмическое Затихающее Ворчание Но Бедная Пиппа Была в ужасе Окаменев От страха Она смотрела В темноту Откуда неслись Эти звуки Почти всю ночь Мне пришлось Сидеть с ней рядом Гладить И уговаривать Пока она не успокоилась И не легла Реакция Пиппы Была вполне Объяснима Так как На свободе Львы с гепардами Вообще не ладят Поэтому я почувствовала Огромное облегчение Когда на следующий день Часть съемочной группы И я в том числе Выехала на побережье Предстояло снять Сцены купания Эльсы И ее приемных родителей И в море Никто не знал Пойдут ли наши львы В море И поэтому Взяли двух львиц Веру И Мару В надежде Что хоть одна из них Будет слушаться Лагерь для группы Был уже подготовлен Люди отправились Туда самолетом А животных Повезли по дороге К караванам Из пяти машин Пипа Давно привыкла К машинам И быстро Водворилась На переднем сиденье Между мной И моим слугой Мугуру Она с огромным Любопытством Разглядывала Все, что встречалось По дороге И была По-видимому Очень довольна Так как Время от времени Терлась Об меня Шелковистой головой Или Лизала Мое лицо Посередине Долгого пути Пятьсот сорок Мил Мы остановились В Мкитендеи И провели Ночь в отеле К восторгу Остальных гостей Пипи Сразу же Разрешили Разгуливать По территории Обедать Вместе с нами И ночевать У меня в комнате Бедным львам Не так повезло Их пришлось Оставить В машинах Мы Подогнали Машины Поближе К домам Чтобы легче Было Подбадривать Животных И много раз Подходили К ним Но они Всю ночь Напролет Беспокойно Метались В клетках На рассвете Наш караван Снова Тронулся В путь Чтобы Как можно Меньше Утомлять Львов Мы решили Сократить Путь И свернув Около Вои Поехали Через Национальный Парк Но Сбились С дороги И прибыли На место Городно Позже Чем Ожидали Наконец-то Измученные Львы Смогли Отдохнуть В вольерах Общий Лагерь Раскинулся На берегу Голубой Лагуны А я Проехал Еще Миль пять До Бунгало Специально Приготовленного Для нас Спитной Лагерь Киногруппы Был С обеих Сторон Обнесен Проволочной Сеткой Заходившей Далеко В море Это Было Сделано Не столько Из-за Животных Сколько Из-за Местных Жителей Которые Толпами Сбегались Поглазеть Они Никогда В жизни Не видели Львов Пиппа Произвела Не меньший Фурор Как среди Людей Так и Среди Собак Должно Быть Весть О ее Появлении Распространилась Как пожар По степи Потому что Вскоре Все местные Псы Сбежали Словно На собачью Свадьбу Хорошо Еще Что Хозяин Разрешил Поставить Вольер Чтобы она Могла Бегать Не опасаясь Собак Пока Ставили Вольер Мы С Мугуру Пошли Прогулять Пеппу По берегу Но К сожалению Ее пришлось Взять На нейлоновый Поводок Длиной Около Шестидесяти Футов Мне Не терпелось Увидеть Как она Будет Вести Себя У моря Я Никогда Не слыхала Чтобы Епарды Плавали И Действительно На Пиппе Морское Купание Явно Пришлось Не по Вкусу Несколько Раз Она Правда Замочила Лапы Пытаясь Войти Следом За Мною В воду Но Потом Предпочла Подождать На берегу Рядом С Мугуру Пока Я вернулся С купания Тут Ее Внимание Привлекли Суетливые Крабы Они Скрывались В норках Как раз В тот Момент Когда Она Собиралась Их Прихлопнуть Озадаченная Она Вызглянула На меня И Внезапно Сломя Голову Понеслась Вдоль Берега Ей-то Было Хорошо Но Я Едва Поспевала За ней Вцепившись В поводок На мое Счастье Гонка Прекратилась Возле Коралловой Глыбы Обсыхавшей Во время Отлива Пиппо Принялась Ее Обследовать Сначала Она Обнюхала Подножие Глыбы А потом Забралась На самый верх Не обращая Внимания На острые Края Кораллов Вся Напряженная С глазами Устремленными На океан Она Была Великолепна Можно Было Подумать Что Безбрежная Сурота Неба И моря Очаровывала Ее Не меньше Чем Меня Внезапно Она Спрыгнула Со скалы И мне Пришлось Спешно Выдирать Поводок Из острых Кораллов Чтобы он Не перетерся Пока я Была Поглощена Этим делом Пиппа Нашла себе Новую Игру Катаясь В песке И гоняя Гнилой Кокосовый Орех Вываленная В песке Она Выглядела Припотешной Я Расхохоталась Должно Быть Это Оскорбило Ее В лучших Чувствах Потому Что Она Внезапно Вскочила И так Толкнула Меня Лапами Что Я Перекувырнула Когда Я Поднялась Вымокши До нитки Вид у меня Был Настолько Жалкий Что Я Почувствовала Меня Должным Образом Поставили На место Не Успела Я Встать На Ноги Так Мил Чаться За Ней Со Страшной Скоростью Не То Что Шестьдесят А Все Сто Миль В Час Конечно Это Было Бы Одно Удовольствие Если Бы Не Проклятый Поводок Мне Его Оставили Супруги Данки Которые Пользовались Им Когда Брали Пеппу На Побережье Они Не Советовали Мне Спускать Ее Потому Что Она Могла Погнаться За Гуляющими По Берегу Или Затеряться В Местных Рыбаков Сколько Бы Я Их Не Уверяло Что Пеппа Безобидное Ручное Существо Они Неизменно Бросали Сбежать От Нее А Она Радостно Несла Завдогонку На Следующий День Мы Пошли В Лагерь Киногруппы Все Были Счастливы Геру И Мара Плескались В Море Как Настоящие Морские Львы И Трудность Была Не Тихо Обратно Но Несмотря На Все Удовольствие Бедную Геру Так Расстроила Разлука С Братом Боем Он Тоже Был Звездой Нашей Львиной Группы Что За Ним Пришлось Послать А Пока Его Доставляли К нам Львицы Отдыхали В Своих Вольерах А Мы Воспользовались Случаем Чтобы Искупаться Пеппа Некоторое Время Наблюдала За Нами И Вдруг Стиснув Зубы Бросилась В Воду Скоро Она Потеряла Дно Но Поплыла Ко мне Отчаянно Колотя Лапами Я Была Полна Гордости Ведь Она Решилась На Такое Чтобы Быть Рядом Со Мной И Еще Я Подумала Что Это Быть Может Первый В мире Гепард Плавающий В Океане На Следующее Утро Мы Опять Гуляли С Пеппой И Мугуру По Берегу И Я Ненадолго Оставила Их Вдвоем Когда Я Возвратилась Он Показал Мне Свисающую С Поводка Пустую Шлейку Пеппа Стала Рваться За Мной И Вывернулась Из Нее Мы Были В миле От Дома И Я Встревожилась Потому Что В густом Кустарнике Найти ее По следам Было Невозможно Мы Долго Звали Ее Разыскивали Где Только Могли Вскоре К нам Присоединился И наш Хозяин В конце Концов Нам Так Захотелось Пить Что Я Предложила Вернуться Домой Напиться И Потом Снова Продолжать Поиски Когда Мы Подходили К Бунгало У Меня Появилось Странное Ощущение Что За Мной Наблюдают Я Нагнулась И Увидела Пиппу Затаившуюся В кустах Она Была Счастлива Не меньше Меня Что Мы Снова Вместе И Основательно Облизав Мне Лицо Вошла С нами В дом Меня Поразило То Как Уверенно Она Нашла Обратный Путь В Незнакомом Месте И Стало Стыдно Что Я Так Недооценила Ее Врожденные Способности К Ориентированию Прошло Несколько Дней И Пиппа Перестала Бояться Воды В часы Отлива Она С удовольствием Обследовала Обнажавшееся Дно Вокруг Нескольких Коралловых Глыб Недалеко От Берега К сожалению Держать Ее Приходилось На Поводке Потому Что Она Все Время Наравила Взобраться На Коралловые Островки А Оттуда Мне Никак Не Удалось Бы Ее Снять Если Бы Ей Взобрело В голову Остаться Там Во Время Прилива И Все же Она Получала Массу Удовольствия Пыталась Ловить Рыбешку В мелких Лужах Гонялась За Соблазнительными Крабами И Плескалась В воде Мне Так И не Удалось Сфотографировать Ее Когда Она Плыла На Это Она Решалась Только Чтобы Добраться До Меня А Снимать В такой Момент Было Трудновато Однажды Ночью На Море Поднялось Сильное Волнение И Шум Разбивающихся У Берега Волн Затих Только На Рассвете Во Время Отлива Когда Мы Вышли На Утреннюю Прогулку Оказалось Что По Всей Линии Прибоя Нанесло Огромные Кучи Водорослей Высотой До Шести Футов Пипа По-видимому Решила Что Их Воздвигли Специально Для Нее И Принялась Прыгать С Кучи На Кучу Причем С Такой Быстротой Что Казалось Она Летит А так Как Поводок Нельзя Было Отпустить То И Нам С Мугуру Пришлось По Очереди Задыхаясь Бегать Вслед За Ней Мы Возненавидели Эти Кучи Водорослей Так же Горячо Как Пипа Их Поведила Свои Упражнения Она Прекращала Только В тех Случаях Когда Ее Отвлекало Что Нибудь Интересное Поэтому Я радостно Встречала Всех Отдыхающих Которые Обычно Останавливались Чтобы Полюбоваться Пиппой И Сфотографировать Ее Она Не любила Сниматься Но Все же Сносила Это Терпеливо А потом Брала Свое Как Только Ее Поклонники На минуту Отвлекались Подбиралась К ним Сзади И Молниеносным Движением Передней Лапы Подбивала Их Под коленки Съемки Львов В море Проходили Блестяще И Все Были Очень Довольны К Концу Съемок Мне Тоже Захотелось Сфотографировать Эти Замечательные Сцены Чтобы Не мешать Операторам Которые Плавали На плоту Поблизости От Актеров Я Устроилась Возле Коралловой Глыбы И Стала Ждать Интересных Моментов По Сценарию Предполагалось Что Мара Поплавает Вместе С Биллом И Джинни Траверсами Они Играли Джорджа И Меня А потом Все Трое Выйдут На берег Но Мару Гораздо Больше Привлекали Волны Которые Накатывались На берег Разлетали С высокими Пенными Брызгами А потом Растекались Прозрачным Кружевом Впитываясь В песок Она Мощным Прыжком Кидалась В прибой Так что Волны Перекатывались Через Нее А потом Качалась Среди Сверкающей Пены Поджидая Следующую Волну Траверсам Пришлось Немало Потрудиться Прежде чем Удалось Направить Ее К камерам И она Попала В кадр В эту Минуту Мара Заметила Меня Мы С ней Были Отлично Знакомы Но На мне Был Новый Купальный Костюм И она Меня Не Узнала Судя По тому Как Она Прижала Уши Решительно Направляясь В мою Сторону Я Я Поняла Что Мне Не Поздоровится Чтобы Смягчить Силу Его Прыжка И не Упасть На Острые Кораллы Я С Напускной Непринужденностью Потихоньку Стала Заходить За Скалу И Едва Успела Положить Повыше Свой Фотоаппарат Как Клевица Бросилась На Меня И Сшибла С ног Хорошо Еще Что Место Было Неглубокое Тут Мара Узнала Меня Обняла Лапами И Стала Нежно Облизывать А я Ее Погладила Потом Она Встала И Пошла Обратно К Плоту Только Тогда Я Заметила Что Мара Случайно Поцарапала Мне Руку И Стоило Мне Поднять Ее Из воды Как Начинала Капать Кровь Я Все Время Окунала Руку В соленую Воду Чтобы Промыть Ее А потом Вернулась К берегу И Сфотографировала Сцену Съемки Как Же Я Была Удивлена Когда Увидела Что На берегу Меня Встречает Медицинская Сестра С аптечкой Первой помощи И Хотя Я Очень Любила Нашу Сестру И Была Благодарна Ей За Внимание Я Все Же Попыталась Ей Объяснить Что Уколы Которые Она Собирается Мне Сделать Совершенно Ни К Чему И Достаточно Простого Стрептоцида Он Всегда Отлично Помогал Мне При Разнообразных Повреждениях Которые Я Получала За годы Прожитые Среди Диких Животных Хотя Раны Были Посерьезнее Чем Эта Поверхностная Царапина Но Сестра Была Убеждена Что Я Испытываю Невыносимые Мучения И Поэтому Мне Не Необходим Морфий А Также Лекарство От Нервного Шока Который Скоро Наступит Потому Что Поведение Мое Явно Ненормально Для Человека С рукой И Сполосованной Когтями Затем Мне Предстояло Получить Инъекцию Пенициллина И Прививку Против Штолбняка Короче Я Обязан Выполнять Все Предписания В конце Концов Кто Из нас Лучше Знает Как Поступать В таких Случаях Было Ясно Что Сестра Нашла Наконец Единственную Возможность Применить Хоть Что-то Из Богатейших Медицинских Запасов Которые Ей Дали С собой На съемке Такого Опасного Фильма Как Наш В нем Принимали Участие Двадцать Львов И Мне Предстояло Стать Ее Первой Жертвой Поэтому Все Мои Протесты Были Подавлены И Меня Не Только Накачали Всякими Сильно Действующими Лекарствами Но Еще И Отправили В Госпиталь В Малинди Чтобы Наложить Швы Ехать Пришлось Двадцать Миль И Мне Стало Так Плохо Что Я Еле Еле Дотащилась До Дверей Больницы Меня Так Оглушили Лекарствами Что Доктор Решил Сделать Еще Одну Инъекцию Как противоядие От всех Предыдущих К этому Времени Мне уже Все было Настолько Безразлично Что Я почти Не чувствовала Как водится С моей Рукой Наконец Мне Разрешили Вернуться Домой И Лечь В Постель Одурманенное Лекарствами Я Задремала Но Поспать Не удалось Очень Скоро Появились Посетители Чтобы Узнать Как Я себя Чувствую Хотя По-моему Все было Вполне Очевидно Они Болтали До тех Пор Пока Не Пришла Следующая Группа За которой Последовала Еще И Третья А мне Хотелось Только Одного Чтобы Меня Оставили В покое Лишь Через Двое Суток Я Оправилась От Такого Лечения И Все Это Время Пипа Была Рядом Со Мной Я Была Очень Тронута Этим Доказательством Ее Привязанности Ведь Наше Знакомство Продолжалось Всего Две Недели Всю Жизнь Я Мечтала О Ручном Гепарде Потом Появилась Эльса После Ее Смерти Я Дала Себе Слово Никогда Не Привязываться Никакому Недели Смерть 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 Теперь, слушая Морлы и Таниэпиппы, я была довольна так же, как и она. Киногруппа возвратилась в Нарамору, а я задержалась, чтобы снять для телевидения рекламный ролик, показывающий красоты Кении. Для съемки были выбраны, кроме других мест, недавно раскопанные развалины древнего арабского города Гидии. Атмосфера там была мрачная, но Пиппа оживляла эти руины. Ее золотой пятнистый мех великолепно выделялся на фоне серых камней, когда она скользила среди узорчатых обвалившихся ворот и дворцовых стен. Когда мы покончили с делами, оказалось, что нам с Пиппой придется одним проехать на машине от Мамбасы до Нарамору целых четыреста двадцать миль. Через несколько часов ей все надоело, и она не только приняла спрыгать по кабине, но и норовила все время усесться то на руль, то на мою больную руку. В конце концов, мне пришлось посадить ее в проволочную клетку, которую я захватила на всякий случай. Пиппа была ужасно возмущена. Ей никогда еще не приходилось сидеть в клетке, и она яростно сопротивлялась, издавая самые разнообразные крики, похожие на птичьи щебетания. В этом наборе я узнала крики Франкалина. Только через два часа она устала и угомонилась. В то время я еще очень мало знала о повадках гепардов, и поэтому решила, что эти звуки — естественное выражение недовольства. Но позднее, расспросив орнитологов и специалистов по гепардам, я поняла, что мне посчастливилось наблюдать редкостное явление — дикого зверя, подражающего птичьим пиком. Хотя впоследствии я еще два раза слышала, как Пиппа подражает Франкалинам, но такого разнообразия звуков уже не было. Впрочем, с тех пор она ни разу не попадала в столь отчаянное положение. Гепарды в основном питаются птицами и мелкими млекопитающими. И очень может быть, что они подражают птицам, чтобы подманить их. Но сколько бы Пиппа не гонялась при мне за птицами, она никогда не издавала ни звука. Правда, во всех этих случаях она просто играла с птицами, а не охотилась за ними. Металлическое чириканье гепардов хорошо известно. Это звук, которым они сообщают о своем присутствии или об опасности. Защищая свою добычу, Пиппа рычит и сопит. А когда она довольна, все ее тело дрожит от мурлыканье. У нее был уютный ящик для сна. Но она даже в дождливую погоду предпочитала спать снаружи, в вольере. Мы были этому рады. Значит, она все-таки предпочитает жизнь на свободе, положению домашней кошки. Чтобы еще больше отучить ее от дома, я перестала брать ее с собой на главную ферму, где размещалась киногруппа. По правде сказать, она не любила общество киношников, и они ей платили тем же. Не смогла Пиппа привыкнуть и ко львам, которые жили возле львиного лагеря. И тут уж я ничего не могла поделать. Осталось только проводить с ней как можно больше времени на равнине, где она чувствовала себя по-настоящему счастливой. Как только я выпускала ее из машины, она уносилась вдаль, упиваясь свободой. Еще ей очень нравились разноцветные воздушные шарики, которые я для нее приносила. Подгоняемые ветром, они плыли, приплясывая в высокой траве, пока она не доставала их когтистой лапой. Раздавался треск, и Пиппа растерянно обнюхивала жалкие остатки. А я тем временем надувала новый шар, и начиналась новая гонка. Еще один источник развлечения — норы трубкозубов и бородавочников, около которых были свежие кучи земли, признак, что нора обитаема. Пиппа закапывалась в них почти целиком. Ее, видимо, очень привлекал их запах. При этом она совершенно не разделяла моих опасений и страхов, а что если обитатели этих нор попытаются выяснить, в чем дело. Но самое большое наслаждение ей доставляли сада пасшихся поблизости антилоп. Миниатюрные газели Томпсона особенно занимали Пиппу. Они довольно быстро поняли, что мы не опасные животные, и с удручающим безразличием относились к маневрам Пиппы. Как бы она хитро не подкрадывалась к ним, скрываясь в траве, припадая к земле и стараясь использовать направление ветра, они не обращали на нее внимания и паслись, деловито помахивая хвостиками. Но вот она подбиралась к ним вплотную, и тогда они уносились длинными прыжками, а потом оборачивались и ждали, пока она снова окажется рядом, только для того, чтобы повторить это издевательство. Я смотрела, не отрываясь, и радовалась, что жизнь с людьми не заглушила природных инстинктов Пиппы. Значит, можно было надеяться, что, получив возможность поучиться, она сумеет в один прекрасный день загнать свою добычу, как любой гиппий гепард. К концу ноября мы с Джорджем решили навестить наш дом Висеола и взяли с собой Пиппу. Проехав 60 миль, мы спустились с высоты 6500 футов до 3000 футов и оказались в покрытой искудной растительностью полупустыне северной пограничной провинции. Пиппа сразу же почувствовала себя в своей стихии и с упоением каталась по красноватому песку. Она облазила по очереди все акации возле дома, а потом открыла, что поблизости есть река. Я боялась, что она потеряется, поэтому позвала ее и надела поводок. Но она так отчаянно рвалась на свободу, что я вскоре спустила ее, положившись на то, что природный инстинкт поможет ей найти дорогу домой в незнакомой местности. Позднее мы пошли с ней прогуляться вдоль реки. Пиппа чувствовала себя как в раю. Из кустарника у подножия пальм и фиговых деревьев она выгнала несколько франкалинов, но к ее огорчению они перелетели на другой берег. Речка была невелика, но в глубоких омутах мы видели крокодилов, и поэтому нам не хотелось, чтобы Пиппа переправлялась на тот берег. Тут ее отвлекли цесарки. Она бросилась на них, и птицы взлетели. Джордж подстрелил одну из них, и она, трепыхаясь, свалилась перед носом у Пиппы. К нашему удивлению, Пиппа скорчила недовольную гримасу и отошла в сторону. Немного погодя, она заметила несколько жирафовых газелей. Эти грациозные газели живут только в жарких сухих местах. Возле Ваджира, где родилась Пиппа, они встречаются часто. Должно быть, инстинкт подсказал ей, что перед ней ее законная добыча. Она сразу же погналась за стройными антилопами и надолго исчезла. Я испугалась, что она заблудится в густых зарослях акаций среди лавовых глыб. Но когда она вернулась, счастливая и запыхавшаяся, мы окончательно убедились, что на ее инстинкт можно полагаться. С тех пор я брала ее к себе в комнату только с наступлением темноты, да и то потому, что мы слышали ночью рычание льва и было рискованно оставлять Пиппу без защиты в таком возрасте. Мы с Джорджем любили северную провинцию и свой дом у ее южной границы. Увидев, как хорошо здесь живется Пиппе, мы стали мечтать, что когда-нибудь нам удастся выпустить ее на свободу именно в этом месте. А оно было идеальное, потому что домашний искот тут не пасли и экологические условия отлично подходили для Пиппы. Наш теперешний дом находился в восьми милях от того места, где мы жили с Эльсой. Тот дом мы передали после отставки Джорджа другому инспектору по охране диких животных, а сами переселились в новый. Он принадлежал управлению национальных парков и стоял на отлете, единственное человеческое жилье в необозримых просторах равнин. Здесь мы находились на тысячу футов выше, чем Весеола. Наш дом стоял у крутого склона, поднимавшегося по направлению к горе Тения. На юге были видны ее сверкающие ледяные вершины, на севере — бесконечная равнина и горы у самого горизонта, а ближе тянулась к грядах холмов, где когда-то играла Эльса. У нас были и некоторые удобства цивилизации. Телефон, сколько угодно пресной воды, электроэнергия от генератора, хорошая библиотека и пианино. И в то же время мы могли наслаждаться близостью к природе. Днем наблюдали за дикими животными прямо со своей веранды, а по ночам нас будило фырканье антилопы или треск побегов, которыми лакомились слоны в нашем саду. Через несколько дней начались дожди и затопили окрестностей. Почва вокруг горы Тения — жирный чернозем, который после первого же ливня превращается в липкую берязь. Скоро дороги стали почти непроезжими, и необходимость тащиться по раскисшей почве, чтобы отвезти пиппу на равнину, доставляла нам очень мало радости. Дрессировщики львов терпеливо месили грязь вместе со своими питомцами. Им ничего другого не оставалось. А я все время искал о пиппе новую площадку для игр, где она могла бы побегать на свободе и куда можно было бы добраться пешком. Примерно в миле от своей палатки я обнаружила взлетно-посадочную площадку, расчищенную владельцем участка. Извитка он пас на ней свое стадо и разрешил мне играть там с пиппой при условии, что она не будет гонять скот, когда его выпускают. Оставалась последняя трудность — уговорить ее пройти мимо вольера, в котором жили две львицы. Во время нашей первой прогулки, когда львицы с рычанием стали бросаться на решетку, пиппа ударилась в бегство. Она рванула с такой невероятной силой, что чуть не вырвала мне руку из плеча и пришлось, не выпуская поводка, продираться за ней через живую изгородь в густые заросли на соседней ферме. После того, как мне удалось ее успокоить, пришлось сделать большой крюк, чтобы вернуться к моей палатке, которая примыкала к общей изгороди рядом с загородкой для пиппы и вольерами, где помещались львицы. Несколько дней мы пользовались этим обходным путем. Потом пиппа перестала трусить и соглашалась проходить мимо льви, правда, при условии, чтобы я шлась из стороны. Но все же иногда она останавливалась, не сводя глаз со львиц, и вдруг, без всякого предупреждения, бросалась прочь, увлекая меня за собой. Очень интересно было наблюдать постоянство привычек пиппы. Она всегда терлась об одни и те же деревья. чесалась об одни и те же камни, неизменно отдыхала под своими любимыми кустами, хотя, на мой взгляд, они ничем не отличались от других. Может быть, эта привычка выдавала инстинктивное стремление утвердить эту территорию за собой? Как только мы выходили на открытое место, я спускала ее, и она уносилась вдаль. Казалось, что она без малейших усилий стрелой несется по равнине. Это было чудесное зрелище. Вскоре она познакомилась с парой ржанок и птицей-секретарем, которая бессовестно дразнила ее. Статный, длинноногий секретарь стоял совершенно неподвижно и злорадно наблюдал за пиппой, которая мчалась к нему. В последний момент он быстро взлетал, пикировал на нее с воздуха, и все ее попытки достать его были напрасны. Так они играли каждый день. Но однажды секретарь не явился. Я знала, где у него гнездо, и пыталась разыскать его, но тщетно. Пиппа любила играть и с семейством бородавочников, в котором было пять крохотных поросят. Она каждый раз поджидала, когда они выйдут из укрытия. Родители трустое выбегали на равнину, а за ними в затылок, поставив хвостики торчком, поспевали малыши. Тут пиппа налетала на них и вносила беспорядок в их стройные ряды. Как-то она довольно близко подобралась к поросенку, но поспешно покинула поле битвы, когда кабан повернул к ней страшную клыкастую морду. Однажды, невдалеке от нас, приземлился небольшой самолет. Пиппа мгновенно бросила знакомиться с этой странной птицей. Летчик заметил, что она носится вокруг машины, он вошел в игру и направил самолет с параллельным курсом по земле. Пиппа пришла в восторг и продолжала кружиться вместе с самолетом, пока я не взяла ее на поводок. Казалось, ей совершенно неведом страх перед незнакомыми предметами. Она смело бросалась даже на грузовой составчик, который с шумным пыхтением катился по рельсам недалеко от нас. Все это вызывало у меня новые опасения. Она научилась мастерски лазить по деревьям и, найдя дерево с подходящей грубой корой, быстро взбиралась на его вершину. Я часто удивлялась той уверенности, с какой она поворачивается на самых тонких ветках. Только один раз она немного повредила себе лапу, спрыгнув с большой высоты, и я решила на несколько дней оставить ее в вольере. Но она не желала с этим мириться, и каждый раз, когда я подходила, пыталась взобраться на решетку, так что поврежденная лапа страдала еще больше. Я поняла, что никакого отдыха не получится. Не считая еды и сна, движение было ее самой насущной потребностью. И стала выводить ее на прогулки, на поводке. Пиппа с детства привыкла к поводку, но в Нарамору она так много бегала на свободе, что теперь не хотела терпеть его даже ненадолго. Кроме того, на поводке ей приходилось идти рядом со мной, и это не давало ей возможности дровнить меня. На равнинах она часто убегала и пропадала из виду, но на мой зов она всегда рысцой трусила ко мне. Увидав, что я ее жду, она останавливалась и начинала принюхиваться к чему-то с притворным безразличием. Тогда уходила я, тоже разыгрывая полное равнодушие. Она шла за мной. Но стоило мне обернуться, как она тут же застывала, смотрела в сторону и ждала, пока я снова двинусь вперед. Эта игра очень хорошо показывала характер Пиппы, ее инстинктивное стремление скрывать свои намерения. Она была удивительно ласкова, и, как все живые существа, отзывалась на ласку, но показывать свои чувства не любила, только мурлыкала и покусывала мои руки и уши. Иногда она обнимала меня передними лапами, но если я начинала с ней возиться, отсадила, или смотрела сквозь меня, как будто меня тут и не было. Ей нравились любые игры. Например, она таскала с собой какую-нибудь тряпку и переслала ею передо мной, пока я не бросался ее отнимать. Я гонялась за ней по всему вольеру, а она влетала на свою площадку, ложилась и, придерживая тряпку лапами, явно ждала, чтобы я попыталась ее выхватить. Если это мне удавалось, она моментально спрыгивала на землю и начинала плясать вокруг меня, стараясь вырвать тряпку, которую я прятал за спиной. Эта игра обычно кончалась ее победой. Была у нас старая автомобильная покрышка, болтавшаяся на веревке. Пиппа не сразу привыкла к этой ускользающей игрушке, но постепенно она обнаружила, что с ней можно справиться, если крепко держать ее передними лапами. Тогда она начинала ходить по кругу на задних лапах, а иногда и перекувыркивалась на другую сторону. Я бросил в покрышку несколько резиновых мячиков разной величины. Пиппа доставала их и носила за ними, но предпочитала она все-таки играть со мной. Больше всего ей нравилось вырывать у меня палку. Чтобы дать ей возможность как можно больше двигаться, я заказала лестницу с тремянку, но она ни за что не хотела влезать на нее. Должно быть, она боялась пустоты между ступеньками, хотя всегда бесстрашно перебиралась с ветки на ветку. Почти все жаркое время дня она спала на своей площадке, откуда было видно, что происходит в львином лагере. Кормила я ее по вечерам после прогулки. Я знала, что гепарду необходимы птицы, и добавила к ежедневной порции молока и мяса 3-4 фунта несколько птиц-мышей, которые стаями гнездились неподалеку от нашей палатки. Они ей не понравились, а к цыплятам, которых я ей дала, она вообще не прикоснулась. Так она объявила голодовку, и мне пришлось сдаться и снова кормить ее портным мясом, добавляя витамины взамен перьев и хрящей, которые она ела бы на свободе. Погода окончательно испортилась, и проливные дожди все время мешали съемкам. Поэтому мы предвкушали новогодний перерыв и заслуженный отдых. Мы с Джорджем собирались провести Рождество с Пиппой в лагере Эльсы, но дорога оказалась непроезжей, и нам пришлось отправиться в Иссиола. Украшая новогоднюю елку, я вспомнила, что в прошлом году, объездив с лекциями полсвета, я ощутилась в это время на островах Фиджи. Да. Это Рождество было совсем не похоже на прошлогоднее. Мы решили пойти на холмы, где так часто гуляли с Эльсой. Я ни разу не была там с тех пор, как мы покинули Иссиола. Было чудесное солнечное утро. Пиппа, боявшаяся, что ее не возьмут, сразу же вскочила в Ленд-Розер и уселась между мной и Джорджем на переднее сиденье. Когда мы проезжали, еще заспанные жители Иссиола толпой окружили машину, чтобы получше рассмотреть гепарда. Мы оставили Ленд-Розер возле нашего прежнего дома в трех милях от городка и пошли пешком к холмам, которые под ковой охватывали дом. После дождей земля утопала в яркой зелени и цветах, гудели мириады насекомых, и птицы, сверкая оперением, кружились вокруг восковых цветков алоэ, похожих на алые цензелябры на камнях. Но времени для грустных воспоминаний не оказалось, потому что Пиппа была вне себя от радости. Она носилась взад и вперед по высохшим оврагам и гранитным глыбам, и я едва успевала увертываться от ее внезапных бросков из засады. Она сразу поняла, что слоновый поймет куда лучше резиновых мечей. Она толкала лапами навозные шары, самозабвенно кувыркалась между ними, подбрасывая и катая эти дивно пахнущие игрушки до тех пор, пока они не рассыпались. Кроме того, можно было гоняться за земляными белками, хотя эти ловкие зверюшки всегда успевали нырнуть в норку, прежде чем до них доберешься. А деревья, которые надо было облазить, а великое множество термитников, которые необходимо обследовать. Короче говоря, в это утро у Пиппы было очень много дел. Я играла с ней в прятки, видела, как она счастлива, и мне казалось, что Эльса тоже незримо разделяет нашу радость. Мы поднялись на холм, любимый наблюдательный пункт Эльсы. Стоя на вершине, мы видели внизу изумрудно-зеленую равнину, более темные пятна там, где росли группы акаций, и красновато-буруи нити на земле. Это были русла, проложенные потоками. К северу постирались горы, причудливо изрезанные, то совершенно плоские, как гигантские кубы, то похожие на пирамиды. Безбрежная гладь дальних равнин казалась морем, а горы напоминали корабли, стоящие на якоре в спокойных водах. На западе горизонт закрывало плато Лароги, составляющее часть Большого каньона. На юге возвышалась гора Кения, а восточный обзор ограничивался вулканическим гребнем Джумбени, в ту сторону которого лежали равнины, где было последнее жилье Эльсы. Пока Пиппа старалась разглядеть, что творится в зарослях под нами, мы рассматривали в бинокль стада слонов и жирафов, отдыхавших в тени от полуденного злоя. Нам тоже стало жарко, и мы устроили завтрак под тенью скалы. Пиппа улеглась рядом в холодке и следила за парой орлов, парящих в небе. Потом она вытянулась, положив голову на передние лапы и мирно замурлыкала. Все вокруг поражало величием и красотой. И кроме птичьего щебета и мурлыкания Пиппы ни один звук не нарушал тишины. Я видела Пиппу и Джорджа, думала о Бельсе, и была счастлива. Здесь, только здесь, мой настоящий дом. На обратном пути вдоль гребня холмов Пиппа спугнула несколько франкалинов. Джордж подранил одного, свернул им шею и протянул Пиппе. Она подпрыгнула, вырвала птицу у него из рук и, к нашему удивлению, съела все до последней косточки. Франкалины нравились ей. Это было так же ясно, как и то, что цесарки ей не по вкусу. К вечеру Джордж застрелил цесарку. Пиппа разволновалась и стала вынюхивать что-то в зарослях, куда упала птица, но не обратила на нее никакого внимания. Она заинтересовалась самим участком. Мы обнаружили там Лешку трех львов. Очевидно, они только что ушли, и трава еще хранила тепло их тел. Должно быть, их впугнул выстрел Джорджа. Было интересно наблюдать, что здесь, на воле, Пиппа чувствовала себя хозяйкой положения и не боялась обследовать львиное логово. А ведь в Нарамору львы наводили на нее ужас. На следующий день мы взяли Пиппу в недавно организованный заповедник из Сеола. Утро было великолепное. Мокрая после дождя равнина блестела на солнце. Здесь песчаная почва быстро впитывает воду, остаются только небольшие лужицы, а климат такой теплый, что сезон дождей никогда не наводит уныния, как на более возвышенных местах. Мы ехали по равнине вдоль болота и ручейков, струившихся в тени пальм, и Пиппа вытягивала шею и прыгала по кабине, чтобы рассмотреть стада зебр гриви. Это самые красивые зебры. Ориксов, импау и других антилоп. Все это были новые для нее животные, и у нее даже слюнки потекли. К тому времени, как жара усилилась, а интерес Пиппу к окружающему поостыл, мы стали искать подходящее для привала дерево около Уаза Ньера. В излучине реки росла большая одинокая акация, и в ее тени мы нашли прекрасное место для завтрака, откуда открывался вид во все стороны. Тайка зеленых мартышек выглядывала из густой листвы. Они страшно всполошились, когда Пиппа выпрыгнула из машины. Эти мартышки мне нравятся больше всех обезьянки ими. Я не могу бесконечно любоваться их грациозными движениями и забавными черными мордочками в ореоле светлой шерсти. Кажется, что на них масло. Пиппа едва удостоила их взглядом, улеглась под деревом и уснула. Мартышки, однако, были так удивлены видом гепарда, который водится с людьми, что любопытство оказалось сильнее природной робости этих маленьких обезьян. Они расхрабрились и, подбираясь все ближе и ближе к Пиппе, подняли такой шум, что она наконец возмутилась и ушла в кусты подальше от обезьян. Они же, не решая срастаться с надежным убежищем на дереве, перенесли свое внимание на нас. Стая была большая, и в нас непританно летел помет. Я терпела до тех пор, пока один из кусков не угодил прямо в мою шляпу. Это было уже слишком. Тут уж я высказала мартышкам все, что я о них думаю, и, видимо, не особенно вежливо, потому что Джордж вдруг остановил меня просьбой не нервировать обезьян. При создавшихся обстоятельствах пришлось оставить Джорджа в обществе его шумных друзей и присоединиться к Пиппе. Но отдохнуть мы так и не смогли. Появилось стадо слонов. Почуяв наш запах, они с пронзительными воплями повернули и перешли реку ниже по течению. Это было великолепное зрелище. Слоны шествовали по неглубокой воде в затылок друг к другу, матери подгоняли малышей, хоботы у всех были тревожно подняты вверх. Только у противоположного берега они почувствовали себя в безопасности и стали плескаться, обливаться водой, бороться и скатываться с берега, как на салазках. Наигравшись, они скрылись в зарослях. Все время, пока слоны развлекались, Пиппе сидела, не сводя с них глаз и не шевеля. Она никогда еще не видела слонов и мне было очень любопытно, связывала ли она этих великанов со своими любимыми игрушками в опасный день, что я была готова мор лыкать вместе с Пиппой. Наутро нам надо было возвращаться в Нарамору. По направлению к горе Кения все еще громоздились тяжелые грозовые тучи. Пиппе как будто совсем не хотелось возвращаться в холодный и грязный мир, где было слишком много людской слиты. Во всяком случае, мы с трудом заманили ее в машину. Когда мы приехали в Нарамору, оказалось, что мне нужно срочно вылетать в Лондон. Я договорилась с молодым дрессировщиком, который работал с Соливами и давно интересовался Пиппой, что он позаботится о ней в мое оттутствие. Он должен был спать в моей палатке, чтобы быть возле нею по ночам, а гулять с ней он и Джордж согласились по очереди. Через три недели я вернулась как раз в то время, когда Джордж привез Пиппу с очередной прогулки. Она устроила мне бурную встречу, прыгала, она села вокруг, покусывала мои руки и уши. Джордж рассказал, что без меня Пиппа исчезала на целых два дня. Чуть ли не всю ночь я искала большая группа людей, а на следующее утро ее обнаружили около шоссе, по которому шло оживленное движение. Она очень любила ездить в автомобиле, и ей могло прийти у голову выбежать навстречу какой-нибудь машине. Поэтому я решила никогда больше не водить ее в ту сторону. На другой день Пиппа тащила меня на прогулки с такой скоростью, что я еле поспевала за ней. На равнине мы возобновили наши прежние игры, и она вела себя так же дружелюбно, как и до моего отъезда в Лондон. Солнце садилось, животные стали выходить из зарослей, и Пиппа тут же бросалась на всех подряд. Уже темнело, я стала звать ее, но она не обращала на меня внимания. Как бы хитро я к ней не подбиралась, чтобы прицепить поводок к шлейке, она всегда успевала отскочить и умчаться за кем-нибудь в погоню. Это продолжалось почти до самой темноты, и я пришла в отчаяние. На мое счастье, мимо проезжал хозяин фермы, и я попросила его передать Джорджу, чтобы он приехал за нами на своем лендровере. Пока мы ждали, мне удалось взять Пиппу на поводок, но она упрямо уселась на землю и не могла я сдвинуть ее с места. Приехал Джордж и попытался подманить ее куском свежего мяса, она и на него не обратила внимания. В машину прыгать она тоже не собиралась и только следила за нами недобрым, холодным взглядом. Когда мы к ней приближались, она отбивалась, царапая нас острыми когтями и даже сбивая с ног. Наконец Джордж накинул на нее одеяло и на руках отнес в машину. Я была потрясена. Что случилось с Пиппой? Она никогда не была такой свирепой и упрямой, а такую убийственную злобу в ее глазах я видел впервые. Джордж сказал, что они не раз с трудом увозили ее с равними, но не придавали этому значения, потому что к нему и к дрессировщику она привыкла меньше, чем ко мне. Но на следующий день Пиппа вела себя точно так же, и я поняла, что стряслось что-то непоправимое. Пиппа перестала доверять людям. Как мне снова завоевать ее доверие? И тут я решила испробовать старую хитрость. На следующий день я взяла с собой мугуру, и мы чудесно играли втроем, пока не настало время возвращаться. Пиппа сразу поняла, что я хочу взять ее на поводок, и удивительно ловко ускользнула. Но все же я ее перехитрила, затаилась в кустах и схватила ее, когда она пришла меня искать. Она поняла, что игра проиграна, и когда я потянула за поводок, уселась по собачьей, упираясь передними лапами в землю. Тогда я передала поводок мугуру и пошла домой. Я успела отойти довольно далеко, когда Пиппа примчалась, таща за собой на поводке задыхающегося мугуру. Я дала ему отдышаться и снова двинулся вперед. Так мы и дошли до самого дома. Но этот прием действовал всего несколько дней, а потом Пиппа показала, что больше ее провести не удастся. Как только я передавала поводок мугуру, она бросалась на него, так что он отлетал в сторону, потом усаживалась и отказывалась трогаться с места. Все попытки заманить ее в машину кончились так же безуспешно. Она начинала отбиваться, как только мы приближались. Единственное, что мне оставалось, попробовать справиться с ней в одиночку, потому что присутствие посторонних только злило ее. Несколько недель мне пришлось до изнеможения простаивать в сумерках на ледяном ветру или под моросящим дождем, выжидая, пока она сдвинется с места. Я тихонько уговаривала и ласкала ее. Наконец она сдавалась и бежала к дому неторопливой рысцой. Дома ее уже ждал большой кусок мяса, и иногда она разрешала мне держать его, пока она отрывала кусочки. После ужина мы устраивались рядом на куче соломы, и Пиппа засыпала. Утверждают, что гепардов никогда никогда не удается приучить соблюдать чистоту в доме. Наверное, потому, что на свободе они не устраивают логово. Если бы у них были жилища, они бы содержали их в чистоте, как львы. Хотя Пиппа была очень чистоплотна, и от нее никогда не пахло, она все же оставляла помет, где попала, и часто пачкала свою площадку на дереве из коневики. Так как даже в период дождей она не забиралась в свой уютный ящик, а предпочитала спать на соломе, я сделала для нее деревянную конуру, чтобы солома оставалась сухой, и Пиппа могла прятаться там в холодные ночи. Но хижина пригодилась Пиппе только в качестве наблюдательного пункта. С ее крыши она обозревала ответственности. Пиппа день ото дня становилась беспокойнее. Она карабкалась на двенадцатифутовую сетку вольера, и однажды я застала ее уже на самом верху. Как я не сочувствовала ее стремлению к свободе, пришлось срочно надстраивать козырек, чтобы она не сбежала. В это время группа операторов американского телевидения приехала снимать наших животных для программы «Сегодня». На рассвете мы вместе с Пиппой выехали на равнину, чтобы поймать восход над горой Кения и снять Пиппу на этом блистательном фоне. Обильная роса еще сверкала в траве, и мы стояли дрожа от утреннего холода, пока Пиппа носилась вокруг полная нерастраченной энергии. Меня попросили поиграть с ней. Конечно, я понимал, что рядом с грациозной легкостью Пиппы я предстану в невыгодном свете, но все же прыгала и катала в поросистой траве, думая только о том, что зрители увидят неподражаемую красоту движения Гепарда среди бескрайних равнин, когда на светляющем небе в лучах солнца встает силуэт горы тенья. Для меня это было воплощением свободы, той свободы, которую я хотел дать всем животным и в первую очередь тем, которых мы снимали в фильме. За последние десять месяцев у нас стало больше двадцати львов, и мы ожидали еще рождения львят. Что будет со всеми этими животными после окончания съемок? И мы, и Вирджиния, и Билл Траверши считали, что решение может быть только одно. Надо вернуть всех львов свободной дитой жизни, как нам удалось это сделать с Эльсой и ее детьми. Мы думали, что кинокомпания будет только рада, если львы вернутся к той жизни, которую они изображали в фильме. Каково же было наше огорчение, когда мы узнали, что все львы, принадлежащие компании, будут разосланы по зоопаркам, а остальных вернут хозяевам, за исключением Боя и Герлу. Они выросли во втором батальоне шотландской гвардии, и теперь их передали Джорджу, чтобы они могли поселиться в своих природных владениях. Мы вели отчаянную борьбу, чтобы спасти как можно больше своих друзей от неволи, и международная пресса тоже приняла в этом участие. Весь мир облетели заголовки вроде «Стычки из-за львов, рожденных свободными». Возникшая переписка обнаружила, что многие наши корреспонденты путали просто выпуск на свободу с приучением к жизни на воле. Некоторые из них считали, что мы проявляем жестокость, подвергая львов всем трудностям дикой жизни. Избалованная забота нечеловека, они не перенесут этих трудностей. Нас обвиняли и в том, что мы подвергаем опасности жизни людей, собираясь распустить львов, которые потеряли всякий страх перед человеком. Эта критика была справедливой в тех случаях, когда животных просто выпускали в заповедниках, не проверив, способны ли они постоять за себя. Но мы хотели снова вернуть львов к дикой жизни. Это длительный процесс. Он требует самого тесного контакта с животными, пока не станет ясно, что они научились самостоятельно охотиться, отвоевали себе территорию в борьбе с дикими львами и приобрели иммунитет к местным болезням. Мы знали, что на первых порах нам придется подкармливать их, защищать от местных львов и лечить в случае болезни. Дикие львы покидают свой прайд и начинают охотиться самостоятельно только в двухлетнем возрасте. Примечание. Прайдом называется союз трех и более львов. Он может включать одну или несколько семей или нескольких взрослых львов, которые охотятся вместе. Поэтому мы собирались следить за нашими львами до того времени, когда их охотничьи инстинкты разовьются полностью. С тех пор, как нам удалось вернуть к вольной жизни Эльсу и ее львят, я мечтала, что мне представится новая возможность повторить этот эксперимент. И он послужит основой для разработки новых правил сохранения животного мира. Сейчас, в то самое время, когда дикие животные исчезают с угрожающей быстротой, в зоопарках новорожденных львят часто уничтожают, потому что на них нет спроса. В какой-то степени это, по-видимому, зависит от того, что в неволе львица рожает каждые три с половиной месяца, просто от скуки. А на свободе она занята воспитанием львят и не спаривается в течение двух лет, пока они не станут самостоятельными. Когда мы научимся возвращать львов к дикой жизни, этот порочный круг будет разорван. Африканский буш можно будет населить рожденными в зоопарках львами в том возрасте, пока они еще не очень состарились и с ними еще можно справиться. Примечание. Африканский буш заросли невысоких деревьев и кустарников. Гепарды гораздо больше нуждаются в помощи, потому что они не только исчезают в природе с пугающей быстротой, но и не размножаются в неволе, за исключением зоопарков Вуипснэйде и Кресальде и частного зоопарка в Риме, принадлежащего доктору Спинелли. Насколько мне известно, никто еще не пытался приучить к свободе ручного гепарда. Что ж, мы приняли вызов. Кроме того, нам было интересно узнать, сможет ли гепард с кормленной людьми нормально размножаться на свободе. После горестной и безнадежной борьбы за свободу хотя бы для Угаса, великолепного льва, и для замечательных львиц Генриетты и Мары, которые играли Эльсу во многих шестенах, мы были вынуждены примириться с тем, что только бой и Герлу покинут лагерь для вольной жизни. Впоследствии к ним присоединился Угас. Нам предстояло найти для них подходящее место. Из многих национальных парков нам ответили отказом, но директор заповедника Меру откликнулся на нашу просьбу с энтузиазмом. Оставалось доснять последние сцены. Одна из них сцена любовной игры Угаса и Генритти. Пока съемочная группа готовила площадку, Джордж и дрессировщик вывезли животных на равнину, чтобы дать им поразмерться и растратить избыток энергии. Когда животные стали спокойнее, мы посадили их в клетки на ленд-дрозерах и повезли на площадку и на операторы уже ждали нас, попрятавшись в своей машине. По сценарию Угас должен был отдыхать под кустом, а Генритти подходила к нему и заигрывала. Угас был громадный лев, и незнакомым лучше было его не трогать. Первую порцию титанических ласк получил Джордж, приятель Угаса. Как только льва выпустили из клетки, он встал на задние лапы и, налегая всеми полутора центнерами живого веса на плечи Джорджа, чуть не слезал всю кожу у него с лица своим шершавым и жестким как напильник языком. Джордж мужественно перенес этот взрыв чувств и тем временем заманил Угаса поближе к кустам, где тот наконец улегся. Генритти наблюдала всю эту сцену из своего Лендрозера и была явно недовольна. Не успели ее выпустить, как она налетела на Угаса и весьма недвусмысленно показала, что не намерена делить его любовь с Джорджем. Она согнала беднягу с уютного местечка и не оставляла его в покое, то награждала молниеносными ударами, то припав к земле и оскалив зубы, готовилась к новой сирепой атаке Угас переносил нападки по-джентльменски, но Генритти вела себя скорее, как разбушевавшаяся к Сантиппо, а не как влюбленная подруга. Что с ней творилось? Почему она кусала и царапала его? Джордж уверял меня, что это проявление любви, а мне казалось, что она разозлилась, и я стала бояться за бедного Угаса. Если у львов такая манера ухаживать, то, пожалуй, это довольно грубое проявление чувств. По-видимому, так считал и сам Угас. Генриетта снова прыгнула на удар его могучей лапы, встречал ее на лету и опрокинул на спину. Ее это ни капельки не огорчило. Наоборот, лежа на спине, она стала к нему ласкаться с довольным и счастливым видом, как и подобает любящей супруге, которую господин и повелитель вовремя поставил на место. Угас почти не двигался, пока Генриетта его обхаживала. И только озадаченное выражение на морде выдавало его глубокое недоумение. Наконец, он задумчиво и растерянно смотрел на нее сверху вниз, словно говоря, «Чему было притворяться, глупышка? И Генриетта знал с самого начала, что ты меня любишь». Эта сцена не только позабавила нас, но и открыла некоторые особенности характера Генриетты. Она обожала Джорджа, возможно, он был ей дороже всего прайда, и она обычно позволяла ему такие вольности, которые терпела только от львов. Но в это утро он невольно сделался ее соперником. И то, что она, не обращая на него внимания, занялась фугасом, доказывала, что она прекрасно понимает разницу между своими сородичами и человеком, который не представляет для нее никакого интереса в любовной игре. Съемки кончились, и мы с Дорджем остались с животными совсем одни в опустевшем лагере. До последней минуты мы надеялись спасти от зоопарков еще нескольких львов, но пришлось лишь наблюдать, как разбивают прайды, совершенно не считая с привязанностями животных и с тем, насколько они зависят друг от друга. Когда я попыталась объяснить, как эта разлука будет мучительной для животных, меня спросили, что я собственно понимаю в чувствах львов. Я рассказала, что сыновья Эльсы, Джеспе и Гупа, потеряли гривы после ее смерти, и что кошки тоже иногда линяют от сильных потрясений. Я напомнила, что сестры Эльсы, которые жили у нас на свободе всего пять месяцев, очень долго не могли приспособиться к условиям зоопарка, и несмотря на то, что и они, и другие львы были в прекрасном состоянии, за все эти годы у них появлялись только уродливые или мертворожденные львята. Мне хотелось, чтобы мои противники вспомнили, какой неукротимой была поначалу Мара, и как быстро она изменилась, когда Джордж проявил к ней внимание и любовь, по которой она так изголодала. Только хорошее обращение показало ее милый характер. Наконец, я напомнила, как Герл страдала на побережье, когда ее разлучили с братом. Она даже сниматься не могла, пока его не привезли. Но все мои доводы потонули в оглушительном стуке плотничьих молотков. В лагере поспешно сколачивали клетки для пересылки львов. Однажды утром я увидела два ящика в загоне, где содержались молодые львяты. Забившись в самые дальние углы вольера, они в ужасе сжались друг к другу. В каждом углу львята одного помета. Близость братьев и сестер была им единственной поддержкой, а вокруг суетелись люди протягивали им куски мяса, пытаясь заманить в клетки. К вечеру запуганные до крайности львяты все еще не сдвинулись с места. Еще больше страху нагнал на них грузовик, который прислали, чтобы отвезти их в аэропорт в Найроби. Четырех львят выбрали, согласно указаниям сотрудника зоопарка, схватили и унесли, невзирая на сопротивление. Остальных оставили ждать своей участи, а потом тоже разлучили и разослали по разным зоопаркам. Нет. Я никогда не пойму, как можно, проведя десять месяцев среди этих умных и отзывчивых животных, обращаться с ними, как будто они ничего не чувствуют, сортировать их, словно стеки чая в лавке перед тем, как пустить в продажу. Как грустно думать, что эти несчастные львята, оторванные от привычной обстановки, лишенные ласки, травмированные трудной дорогой и долгим карантином, могут потерять доверие к людям, стать подозрительными и злобными. Их назовут тогда коварными и опасными зверями, но никто не упрекнет тех, кто превратил ласковые и добрые существа в свирепых львов, живое воплощение того образа царя зверей, к которому привыкла невежественная публика. У меня разрывалось сердце, когда увозили Генриетту. Это была моя любимица, да и все любили ее за добродушие и чувство юмора. В самых головоломных сценах с которыми не справлялись другие львы, на нее всегда можно было рассчитывать. Это была прирожденная комическая актриса, без конца развлекавшая нас своими выдумками. Для гостей у нее был особый фокус. Она запутывалась в веревках, привязанных к старой шине, а потом перекидывала ее себе за плечи, как рюкзак, и в таком виде важно прохаживалась перед зрителями, которые просто умирали со смеху. Мы все настолько привязались к Генриетте, что было совершенно невыносимо думать о предстоящем ей заключении в питомнике Энтебе. За ее свободу мы боролись особенно ожесточенно, больше, чем за кого-либо другого, но удар все-таки обрушился. Однажды, когда я подошла к вольеру Генриетте, в решетке уже стояла машина с клеткой. Генриетта радостно прыгнула в знакомый Лендрэвер, без сомнения ожидая обычную прогулку по равнине. Сквозь прочие клетки она в последний раз доверчиво лизнула мне руку. Я смотрела вслед машине, увозившей ее к месту пожизненного заключения и мне казалось, что я присутствую при смертной казни. Самая ужасная сцена разыгралась, когда одну из львиц разлучили со львятами, которым было всего три недели от роду. Малыши даже ползать сарашенько не умели и постоянно теряли равновесие, но стоило им мяукнуть, как мать начинала ласково их вылизывать и все снова были счастливы. Разлучать с матерью таких крохотных зверят, да еще из чисто коммерческих соображений бестпримерная жестокость. Вот что писала Селли Керригер. Гарри Харлоу из Висконсинского университета работал вместе с Маргарет Харлоу над экспериментом по изучению приматов и особенно роли в их жизни любви и привязанностей. Чтобы создать многочисленную колонию подопытных животных, 10 лет назад были отлучены от матерей 55 только что родившихся обезьян. Их поместили в питомник, где создали идеальные условия для их кормления и охраны здоровья, а также для наблюдения за ними. Многим человеческим детям можно было бы пожелать столь благоприятных условий для их развития. Единственное, чего были лишены новорожденные обезьяны, это контакты со своими взрослыми сородичами. Животные могли свободно играть друг с другом, и это давало возможность наблюдать за изменением формы их игры по мере того, как обезьяны взрослели. Одновременно с этими обезьянами отлучили от матерей другую группу новорожденных обезьян и передали на воспитание манитеном большим куклам, обтянутым мохнатой тканью. Эти куклы искусственно подогревались, тем создавалась имитация тепла материнского тела. Бутылочки из сосками, из которых производилось кормление обезьян, помещали в грудь диманикенов. Обезьянь и детеныши проявляли большой интерес к искусственным матерям, и тогда удалось сделать ценные наблюдения о значении для детенышей тепла и мягкости родительского тела. Когда эти тепличные обезьяны стали старше, они казались экспериментатором точно такими же, как их собратья, выросшие в природных условиях. Это обнадеживало исследователей, так как они предполагали создать колонию обезьян, чтобы наблюдать за их размножением и проводить дальнейшие опыты над их потомством. Однако ученые были удивлены, когда обнаружили, что все 55 обезьян, выращенные без матерей, таки не смогли достичь состояния, при котором у них возникло бы желание полового общения. Ни один из самцов не проявил интереса к спариванию, а из самок проявила такой интерес лишь одна. Во второй группе в 90 обезьян, воспитанных с помощью манекенов, из всех животных четверо стали родителями. Однако надо заметить, что самки, принесшие потомство, плохо обращались со своими детенышами. Они либо игнорировали их, либо относились к ним настолько злобно, что детенышей пришлось отобрать. Когда экспериментальные обезьяны подросли, у них появились и другие удивительные и огорчительные для исследователей свойства. У всех этих животных обнаружились признаки невропатии и даже психоза. Многие из них проводили все время сидя на одном месте и безразлично глядя в пространство. Они ни к чему не проявляли интереса даже к остальным обезьянам. Некоторые из них напряженно избивались или принимали уродливые позы, а их собратья впивались у них зубами. Харлоу утверждает, что те же симптомы можно обнаружить и у психически больных людей, находящихся в домах для умалишенных. Полученные результаты были абсолютно неожиданными, и даже сейчас трудно объяснить, почему раннее и близкое общение с матерью столь важно для дичонышей. Как правило, такое общение длится недолго. У обезьян, резусов, оно продолжается всего лишь несколько месяцев, после чего детеныш уже начинает действовать матери на нервы. Именно в это время нетерпение матери служит побудительным толчком для начала учебной программы, то есть такого времени, когда присущая матери раздражительность еще не может вызвать враждебной реакции у подрастающей обезьяны. Это обычный период в жизни животных. Они уже начинают возрастлеть, но еще не стремятся к сексуальным отношениям. В условиях дитой природы детеныш, отлученный от матери, выживает очень редко. До сих пор еще не ясно, что же случается с детенышем, которому мать оказала слишком малое или же ротковременное внимание. Может быть, во взрослом состоянии такой детеныш станет волком-одиночкой. Люди, хорошо знающие животных, трапперы, охотники, натуралисты, давно уже предполагают, что одиночество взрослых животных объясняется недостаточностью материнского влияния в период детства. В описанном нами эксперименте с обезьянами, проведенном Харлоу, трудно объяснить, что важнее, необходимость физического общения с живой матерью или отсутствие материнского эмоционального воздействия. Если вообще у этих животных существует чувство, то как они могут их выразить, если никогда не знали способов их выражения? Социальное общение предшествует сексуальному, и если бы не было нормального общения между матерью и детенышем, то социальный инстинкт не смог бы возникнуть. Некоторые биологи усматривают в результатах экспериментов Харлоу нечто сходное с теми многочисленными ситуациями, которые возникают у человеческих детей, лишенных в очень раннем возрасте материнского ухода или имевших его в недостаточной степени. Именно такие дети не в состоянии развить в себе социально правильные формы поведения. Если эти дети не умирают в раннем возрасте, то они, как и подопытные животные Харлоу, становятся нелюдимыми, иногда даже антисоциальными и зачастую во взрослом состоянии не способны создать собственную семью. Можно высказать предположение, что всякая недостаточность общения матери и ребенка приводит к тому, что импринтинга не происходит. Примечание Кэрри Берш «Дикое наследство природы», Москва, издательство «Мысль», 1969 год, страницы 76-78. Глава третья «Я решаю вернуть Пиппе свободу» во всех испытаниях этих недель меня утешала Пиппа. Я радовалась, видя, что ее природные инстинкты развиваются все быстрее, хотя справляться с ней становилось день ото дня труднее. Казалось, весь смысл жизни сосредоточен для нее в тех часах, когда я вывожу ее на равнину, где она может играть и веселиться. Радостно было смотреть, как она наслаждается свободой, а вот сажать ее каждый раз за решетку радости мало. Я не только расширила ее вольер, чтобы она могла как можно больше бегать дома, но еще и протянула между двумя деревьями проволоку с легко скользящим блоком, к которому можно было прикреплять поводок. Несколько дней Пиппа с удовольствием бегала вдоль проволоки, но вскоре ей надоело эта ограниченная свобода. Она все чаще бросалась на сетку или металась по вольеру, и я поняла, что у нее может испортиться характер, если слишком долго держать ее в неволе. И хотя Пиппе было всего пятнадцать месяцев, и она еще не могла жить самостоятельно, я решила как можно скорее перевести ее в заповедник к мэру, и оставаться там с ней до тех пор, пока она окончательно не вернется к естественному образу жизни. Я посоветовалась с двумя друзьями, у которых когда-то были ручные гепарды. Оба были убеждены, что Пиппа всегда будет зависеть от меня. «Если гепард настолько привык к человеку, что ест из его рук и даже берет руку в пасть, он ни за что на свете не уйдет от своего друга, хотя и может временами исчезать на несколько дней». Но несмотря на эти предостережения, я решила дать Пиппе хотя бы возможность попробовать жить на воле. Для начала я договорилась о прививках и написала семье Данки, чтобы получить их согласие на освобождение Пиппы. Я почувствовала большое облегчение, прочитав следующий ответ. «Да, мы оба будем рады, когда узнаем, что Пиппа сможет жить на свободе. Это именно то, что ей нужно. Тогда мы все могли бы считать, что спасли ей жизнь и вернули свободу, для которой она рождена. Надеюсь, что вы не будете слишком огорчаться, когда она уйдет. Я до сих пор скучаю по ней и знаю, что вы тоже будете скучать. Я очень обрадовалась, когда узнала, что вам удалось выпустить на волю двух львов Боли и Герл. Мне всегда было грустно видеть их запертыми в клетках. Я даже не могу водить детей в зоопарк, слишком больно видеть бедных зверей в холоде и сырости, да и ребятишки расстраиваются и не хотят туда идти. Дождь лил без перерыва, что серьезно осложняло наш переезд. А так, как гепарды и львы не выносят друг друга и держать их в одном лагере невозможно, мы решили разбить два лагеря на расстоянии 16 миль один от другого. Таким образом, и животные были разделены, и нам было нетрудно поддерживать связь. Мы с Джорджем наняли молодых помощников, и в связи с необходимыми приготовлениями им пришлось несколько раз проделать путь в 180 миль по раскисшей грязи между Нарамору и заповедником Мэру. Наконец, все было готово для переезда, сначала выехал Джордж в своем ленд-дровере с клеткой, где сидели Бой и Гару, я же с цепой последовала за ними лишь через несколько дней. И без того скользкие дороги задержали меня. А тут еще я наткнулась на пост дорожной полиции и к великому моему удивлению узнала, что я не имею права водить машину. Пока мне удалось объяснить, что все документы находятся у моего поверенного в Найроби, и пока я писала письмо фирме с просьбой разобраться в этом деле, прошло несколько часов, и мы прибыли на место только к вечеру. Нас встретил помощник директора заповедника Джозеф Буругу, который великодушно предложил сделать для нас все, что в его силах. Он принадлежал к племени Эменти-Мэру, и во время отпуска директора замещал его в заповеднике. Я тут же воспользовалась его любезностью и попросила прислать рабочих для расчистки нового участка под лагерь. Мой помощник выбрал участок слишком далеко от реки, где мы должны были брать воду, и слишком близко от проезжей дороги. Джозеф обещал прислать людей утром и уехал, а мы стали устраиваться на ночь. Несмотря на то, что мы были сильно измотаны, спали мы мало и больше прислушивались к ворчанию какого-то льва до самого рассвета, кружившего возле лагеря. Рабочие появились с позаранку, и начался охлопотливый день. С Пеппой на поводке мы отправились выбирать новый участок. Пробирая через траву, доходившую нам до плеч, я заметил, что Пеппа очень нервничает, особенно когда мы подошли к реке. Сначала она прижималась ко мне, а потом уперлась и дальше не пошла. Пришлось привязать ее в тени под деревом. Для лагеря мы выбрали хорошее место под большой акацией. Вскоре на этом месте уже суетились шумные африканцы, расчищая площадку и ставя палатки. Пеппе не понравилось, что ее лишают такого развлечения. Она протестующая Чирикова среди стука и критов, так что я ее наконец отпустила. Мои опасения, что она удерет, не оправдались. Пеппа спокойно расхаживала в этой сутлоке, совершенно не обращая внимания на людей. Наш новый лагерь был расположен в конце пологов склона. В четырех милях от нас у скалы леопарда помещалась дирекция заповедника. От лагеря до реки было примерно 150 ярдов. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение водой, на тот случай, если слоны или другие животные займут подходы к реке, Джозеф достал нам столько труб, что можно было качать воду прямо в лагерь. Это была роскошь, с которой я не встречалась за все 28 лет походной жизни. Он предложил также прислать егеря, который будет сопровождать меня на прогулках с Пеппой. Егерь оказался нашим старым приятелем. Это был добрый преданный человек из племени Идембе-Меру, который искренне любил животных. Лучшего следопыта я никогда не встречала. Он был плотником по профессии, но много лет работал у Джорджа, собирая сведения для департамента по охране диких животных. Позднее он пополнял пищевые припасы Эльсы до самой ее смерти в 1961 году. У него было любвеобильное сердце под стать разве что его никогда не иссякающей болтливости и у него были вечные неприятности с женами. Одни появлялись, другие исчезали. И теперь, когда я спросила его о семейных делах, он ухмыльнулся и признался подмигивая, что ему осталось скопить совсем немного денег, чтобы заплатить выкуп за новую жену. Я не очень хорошо говорю на Суасиле, хотя мне 28 лет удавалось объясняться с африканцами. Слушая увлеченную болтовню нашего друга, я с трудом догадалась, что слово, которое на мой слух звучит как лакаль, обозначает скалу леопарда, и что там я должна встретиться с его невестой. Его имя, Эйтангуру, мне было так же трудно произносить, как ему английские слова. Так что я стал звать его просто лакаль. Примечание лакал здешний по-английски. Палатки для обслуживающего персонала мы поставили неподалеку от моей палатки и палатки моего помощника, рядом с кухонным навесом, складом и вольером для пиппы. Все вместе было обнесено восьмифутовой решеткой для защиты от непрошенных гостей, как четвероногих, так и двуногих. Лагерь представлял собой идеальное место для гепарда. Равнина, покрытая редкими группами деревьев и зарослями кустарников, хорошо просматривалась во всех направлениях. А пиппу особенно привлекали многочисленные термитники красноватыми пирамидками, разбросанные в сочной яркой зелени. В первую уже послеобеденную прогулку пиппо быстро сообразила, что термитники прекрасные наблюдательные вышки, откуда хорошо следить за газелями Гранта, водяными козлами, антилопами, канной, кангони, орексами и павианами. Она прыгала на все термитники подряд, влезала на все деревья с достаточно грубой корой, и нам приходилось все время пристально следить за ней, чтобы она не пропала в густой листве. Оттуда с высоты она разглядывала окрестности и часто заставляла нас подолгу ждать, пока спрыгнув не покажется вновь уже в погоне за цесарками, которые разлетались от нее во все стороны. А то, заметив водяного козла, она устремлялась за ним, и мы не успевали опомниться, как они уже скрывались в высокой траве. Возвратившись, она смурлыканьем терла с головой о мое колено, но тут снова подворачивалась какая-нибудь птичка и начиналась новая гонка. Никогда еще мне не приходилось видеть пеппу такой игривой и полной энергией. Она заражала своим весельем всех вокруг. На закате, когда мы возвращались в лагерь, она еще пыталась догнать двух канн, и только после этого решила присоединиться к нам, чтобы не пропустить ужин. Я сняла с нее шлейку, предоставив ей полную свободу, и только на ночь запирала ее в вольере для защиты от хищников, пока она не наберется сил, чтобы постоять за себя. Из Нарамору я привезла деревянную хижину пеппы, и мы собрали ее внутри вольера. Так в новом доме у пеппы появилось что-то знакомое, как раз то, что нужно. Теперь каждое утро на рассвете я слышала, как пеппа прыгает на крышу хижины и ждет утренние прогулки. Гепарды и львы всегда используют преимущества, которые дает возвышенное место, скала, холм, дерево, термитник или автомобиль. Нам рассказывали об одном праде львов, который занял заброшенный дом в Танзании. Их часто видели на крыше и на веранде. Возвышения не только дают выгодную стратегическую позицию, но часто они находятся выше того пояса, где встречаются мухи цц, и там почти всегда дует свежий ветерок. Для пеппы заменителем всех этих возвышений была крыша деревянной хижины, и она пользовалась ею за неимением лучшего. На следующее утро меня разбудило урчание в животах слонов. Очевидно, мы разбили лагерь слишком близко от их водопоя. Два великана уже стояли возле наших палаток и, задрав хоботы, примехивались к новому запаху, а еще с десяток толпились на противоположном берегу. Пеппа стебела на крыше хижины и наблюдала за ними так же напряженно, как и мы, пока стадо не ушло вниз по реке. Через некоторое время мы обнаружили, что пеппа пропала. Мы обыскали всю местность вокруг лагеря, как вдруг сверкало вупли павианов. Я бросилась туда на машине, но из прибрежных кустов, откуда доносился шум, навстречу мне лениво вышли два бойвола. Наши поиски уже в пешем строю были прерваны появлением Джорджа. Он привез мясо для пеппы. Ему дали разрешение охотиться вне заповедника, пока бой и герлу не научатся сами добывать мясо. Джордж разбил свой лагерь у подножия горы Мугвонга в самом центре заповедника. До ближайшей реки было три мили, но под горой распилалось большое болото. Оно привлекало массу животных, которые бродили по саванне, где заросли были гуще, чем вокруг лагеря. Место было отличное. Во-первых, животные чувствовали себя здесь спокойнее, чем в густых прибрежных зарослях, и поэтому собирались большими стадами. А во-вторых, на открытом месте бой и герл подвергались меньшей опасности нападения со стороны собственных сородичей. На каменистом склоне холма было много прекрасных наблюдательных вышек и укромных убежищ. Местные львы заходили сюда редко, так что бой мог со временем стать по праву властелином замка. В лагере, кроме Джорджи, жили его помощник, повар и слуга, который ухаживал за львами с самого начала съемок. Очень хотелось посмотреть, как они устроились, и мы договорились, что я приеду в гости завтра. Но тут наш полуденный покой был нарушен пронзительным визгом павианов. Схватив темные очки и шлем, я бросилась туда, напугав обезьян до полусмерти. За мной бежали все остальные, и обезумевшие обезьяны ударились в бегство с дикими воплями. Разумеется, это никак не облегчило нам поиски гепарда. Мы тщательно прочесали высокую траву, обследовали каждый куст и заглянули под каждое дерево. Мы искали весь день, пока не стемнело. Ходить по зарослям стало трудно, да и Джорджу пора было возвращаться к себе. Я боялась, что бедная Пиппа попала в беду и продолжала искать ее на машине. Ехала я по дороге тихо, часто останавливалась и ждала. В девять часов вечера я вернулась домой. Поиски были безуспешны. Ближе к ночи я вдруг услышала знакомое мурлутание, и Пиппа, измученная голодом и жаждой, потерлась головой о мое колено. Пила она долго, не открываясь, а потом слопала все мясо, которое Джордж приготовил на три дня. После этого она растянулась на земле и заснула. Много бы я дала, чтобы узнать о Пиппиных приключениях, но мне осталось только утешаться мыслью, что она жива и здорова. Сколько ей нужно еще узнать, прежде чем она сможет жить самостоятельно. Закон зарослей не знает жалости и не прощает ошибок. Едва ли не главную опасность здесь представляли павианы. Хотя эти кривляющиеся обезьяны бывают очень забавны, о них идет дурная слава. Нередко они нападают на одиноких животных, а клыки у них такие, что павианы могут кого угодно разорвать в клочья. И так как Пиппа гонялась за всеми, кто ей попадался, эти стаи обезьян, наводнявшие окрестности, были нашей самой большой заботой. Пиппе необходимо было как можно быстрее дать понять, что эти чертики в табакерке, чьи мордочки, поддразнивая всех, так соблазнительно выскакивают из высокой травы, и есть ее самые страшные враги. А еще такие, которым ничего не стоило удрать от нее по гладкому стволу на верхушку пальмы думу, куда Пиппа забраться не могла. Другая забота. Надо было научить ее пить из реки. До сих пор она пила только из миски или из мелких лужиц после дождя. Река была не широкая, кое-где Пиппа могла перемахнуть ее одним прыжком, но в ней кишели рыбы, питоны, крокодилы, а там, где поглубже, встречались и бегемоты. В густых прибрежных зарослях скрывались буйволы, сломи, львы, антилопы, обезьяны, а иногда и леопард, хищник, которого боятся все дикие животные. Чтобы пробраться к воде через густой кустарник, нам приходилось пользоваться звериными тропами, ведущими к местам водопоя. Но эти удобные подходы были истоптаны животными, и там держался их запах, которого Пиппа панически боялась. Приучить ее пить из реки можно было только одним способом. Мы брали ее на большую прогулку и к водопою подводили, когда ее уже невыносимо хотела спить, а сами сидели рядом, пока она не напьется. Здесь, на высоте около двух тысяч футов, климат был жаркой. Животное, как правило, держится в тени в самый солнцепек, и мы решили выводить Пиппу на прогулку только рано утром и после пяти часов вечера. Мы старались ходить как можно больше, чтобы познакомить Пиппу с ее новым домом. Обучение началось с прогулки к невысокому гребню, откуда был виден наш лагерь, и хорошо просматривалась равнина, так что можно было заметить приближение хищников. Мы часто теряли Пиппу из виду в высокой траве, а потом, оглядываясь, замечали, что она прячется совсем рядом, готовая снова умчаться прочь, как только ее заметят. Ее страшно заинтересовали жирафы. Зрение у нее отличное, и, заметив их величавые фигуры хотя бы на горизонте, она тут же бросалась в погоню, а потом возвращалась запыхавшись, но явно довольная собой. Еще бы, обратить в бегство таких огромных животных. Когда стало жарко и Пиппу устала, мы расположились под деревом, и она заснула. Я решила воспользоваться этим временем и навестить Джорджа, а Пиппу поручила Локалю. Так мне было за нее спокойней. Я знала, что с Локалем она не попадет в беду. Когда я крадучи уходила, Пиппа сонно подняла голову, но не выразила ни малейшего желания пойти за мной, и это меня обрадовало. Я хотела, чтобы она проводила как можно больше времени вне лагеря. Путь к лагерю Джорджа проходил по красивой местности среди болот и холмистых равнин с небольшими рощицами пальм Дум. Эти пальмы являются полезными ориентирами в засушливых областях. Они всегда указывают на присутствие грунтовых вод, как бы глубоко те не находились. Пройдя через рощу, где слоны и носороги оставили свои метки на больших деревьях, они чесались о жесткую кору, так что она блестела как отполированная, я вышла к реке Рой-Веру. Это одна из пяти главных рек заповедника. Здесь брали воду для лагеря Джорджа, расположенного в трех милях отсюда. Я переправилась через реку, и вдали показалась двойная вершина горы Мугвонга, возбышавшаяся над холмами. Отчасти от того, что этот холм располагался в центре заповедника, отчасти из-за скопления дити в этом месте, у его подножия была расчищена посадочная площадка для приема туристов и патрулей по борьбе с браконьерством. Я подумала, что этот аэродром в случае нужды может очень пригодиться Джорджу. Никто из нас и не представлял себе, как скоро эта помощь ему понадобится. Придя в лагерь, я увидела, что Джордж и его помощник мрачно сидят, каждый в своей палатке, и оба очень расстроены. Бой не двигался со вчерашнего дня, он явно заболел. Я пошла навестить его и увидела, что Герл лежит рядом с братом. Она нежно облизывала его голову, стараясь как-то утешить его. Он дышал часто и тяжело. Джордж измерил ему температуру, а это было не так-то просто, потому что Герл охраняла его и опасливо следила за каждым движением Джорджа. Наконец, ему все же удалось вставить термометр в прямую кишку льва. Температура поднялась до 42, десятых градуса. Нормальная температура для льва около 37, 80 градуса. Мы решили, что бой заразился бабе зиелезом, погубившим Эльсу, или страдает от трепаносомоза, который передают мухе ЦЦ. В любом случае необходима была немедленная помощь. Я предложила взять из ухобоя мазок крови и отправить с помощником Джорджа в ветеринарную лабораторию в Найроби. Он же сможет привезти оттуда нужное лекарство. Тем временем я связалась по радио с ветеринаром из Мэру и попросила его немедленно приехать с портативным микроскопом, потому что Боя надо начинать лечить раньше, чем помощник успеет вернуться из Найроби. Оба ветеринара нашли, что Бой болен трепаносомозом, который легко поддается лечению беренилом. Джордж без особого труда делал ему инъекции несколько дней подряд. Казалось, что Бой даже не чувствует укола иглы в бедро. Лекарство отлично подействовало и вскоре Бой поправился. Дикие кошки по-разному реагируют на укусы мухи ЦЦ. Бой заразился сразу же, как только попал в заповедник, а Геру и Пиппа так и не переболели трепаносомозом. К вечеру я вернулась домой, увидела кобру у входа в свою палатку и убила ее. Пиппу и Локаля я нашла на том же самом месте, где оставила их утром. Сонная Пиппа поплелась за нами и оживилась только, когда наткнулась на стаю цесарок, которые, пронзительно крича, вылетели прямо у нее из-под носа. Джозеф любезно разрешил мне время от времени стрелять дичь, чтобы приучить Пиппу к охоте, и теперь я попросил Локаля застрелить цесарку. Птица, хлопая крыльями, свалилась чуть ли не на голову Пиппе. Она не знала, как к ней подступиться, и толкала птицу лапой, пока мы не свернули ей шею. Потом мы вынули дробинки, чтобы избежать свинцового отравления, и отдали птице Пиппе. Несмотря на голод, она съела только половину. Обучение Пиппы продолжалось и на следующее утро. Я привела ее к тому дереву, где она отдыхала накануне в обществе Локаля. Я надеялась, что на этот раз она останется там одна на время полуденной жары. Но когда я пыталась пойти, она упрямо увязывалась за мной. Наконец, я сдалась и повела ее к реке на водопой, где отдала ей остатки цесарки. Мне показалось, что она как будто заснула, и я стала потихоньку удаляться, пока не заметила, что она так же бесшумно крадется за мной к лагерю. Пиппе не нравилось сидеть за решеткой уже в нарамуру, а здесь она просто возненавидела вольер. Но она была еще слишком неопытна, и ночью ей грозили всякие опасности, поэтому мне приходилось скрепить сердце, заманивать ее на закате в ненавистный вольер, ведь именно в эти часы все ее охотничьи инстинкты обострялись. В ту ночь вокруг нашего лагеря кружили три льва, и я слушала их ворчание и сопение почти до рассвета. Не знаю, как Пиппа восприняла их, но едва начало светать, как я услышала стук лап по крыше хижины и увидела, что она пристально смотрит в ту сторону, куда ушли львы. А потом, когда я позвала ее на прогулку, она отказалась идти со мной и затаилась в высокой траве возле самого лагеря. Даже в пять часов вечера она неохотно пошла за нами к водопою. В следующую ночь львы опять не дали нам уснуть. Их было еще больше, и мы слышали, как они шуршали травой, пробираяся вдоль загородки. Я думала, что утром Пиппа будет еще более напугана, и очень удивилась, когда увидела, как она погналась за водяным козлом и исчезла примерно в миле от лагеря. Вернулась Пиппа около пяти, и было видно, что она устала и хочет пить. Как всегда, с опаской подойдя к водопою, она напилась и тут же снова бросилась в погоню за газелями Гранта. Несколько дней подряд Пиппа ускользала от нас в самом начале прогулки, и нам стало ясно, что она предпочитает исследовать заросли без нас. И вот однажды ночью она не вернулась. Целый день мы провели в поисках, обшарили все подозрительные места, но не нашли даже следов. На следующий день мы продолжали поиски, и меня опять встревожили крики павианов. Это вполне могло означать, что с Пиппой что-то случилось. Когда же и на третий день мы не нашли ни следа, я пришла в отчаяние. К вечеру, взбираясь на гребень и одновременно рассматривая в бинокль расселавшуюся внизу равнину, я чуть не наступила на спящего льва. Он отдыхал под небольшим деревом, нижние ветви которого прикрывали площадку, служившую ему логовом. Он удивился не меньше меня, но вел себя гораздо сдержаннее. Я закричала и отскочила назад, а он не торопясь и с достоинством удалился. Когда он скрылся в высокой траве, я принялась осматривать его логово. Не найдя следов пиппы среди остатков его последнего пиршества, я успокоилась, но все же его присутствие встревожило меня еще больше. Он поселился слишком близко, и это было опасно. Он мог следить за каждым движением пиппы и за всеми, кто жил в нашем лагере. Мы назвали этот куст львиной виллой, и вскоре обнаружили, что молодой лев бывает там постоянно. Его рычание кончалось частым пыхтением, и мы прозвали его Симба-Харака, торопливый лев. Я даже полюбила его за это, ведь мое собственное прозвище, давно придуманное африканцами, было Мэм-Сахиб Харака, торопливая леди. Когда стемнело, я продолжал искать пиппу на машине. Ехала я очень медленно и часто звала ее, но мне встретили столько несколько слонов. Поздно ночью, сидя в своей бридентовой ванне под звездным небом, я услыхала вой гиеной. Это еще больше усилило мою тревогу за пиппу, и в эту ночь я не сомкнула глаз. Как только расцвело, я пошла посмотреть на остатки трапезы гиены. Ничего страшного там не нашлось, но я все еще волновалась. Локаль попытался меня утешить, уверяя, что пиппа безусловно жива и просто развлекается с самцом. Как же я обрадовалась, когда, вернувшись в лайки, мы увидели, что пиппа сидит там с невинным видом и набитым брюхом. Я подошла к ней и сразу же уловила резкий запах. На мясо, которое я ей дала, она едва взглянула и угрожающе замахнула с лапой, когда я попыталась обобрать с нее клещей. Вообще пиппа вела себя необычно дико. Может быть, локаль прав, и она встретила самца? Пока я старалась снова завоевать ее доверие, появилась машина, приехал Джозеф и несколько членов правления заповедника. Все восторгались пиппой, но она держалась очень холодно, даже не посмотрев на гостей, повернулась и ушла. Когда они уехали, мы вышли с пиппой погулять по дороге и встретили слона. Пиппа, разумеется, стала подкрадываться. Подобравшись к нему самым коварным образом, она неожиданно ударила его лапой по задней ноге. Возмущенно трубя, великан помчался против голопом, а пиппа настойчиво преследовала его, пока оба они не скрылись из виду. Не вернулась она и в эту ночь. Глава четвертая новой лагией На следующий день пиппа так и не появилась, и я решила посоветоваться с Джозефом. Мы пришли к выводу, что в густом кустарнике возле реки чересчем много павианов, да и дорога проходит слишком близко, и это может помешать нам приучить пиппу к жизни на свободе. Надо было искать для лагеря более удобное место. Самый ближний водоем болота находился примерно в пяти милях. Мы поехали туда. В болото впадала маленькая речушка под названием Мулика. На ее берегах росло всего несколько пальм дум, так что животное на водопое могло издали заметить приближение опасных хищников. Приблизительно мили ниже речушка выходила из болота и текла вдоль гребня, ведущего к открытой равнине. Там мы увидели стада ариксов, газелей, гранта и канн, а также слонов и зебр. Эта местность была просто создана для гепардов, да еще Джозеф сказал, что видел пару гепардов и одинокого самца неподалеку от места, где мы решили развить новый лагерь. От старого лагеря было не больше мили ходу, и мы подумали, что будем водить Пиппу сюда на прогулку, чтобы заранее, еще до переезда, познакомить ее с окрестностями. Мы решили сразу же приучать ее к новому месту, но у Пиппы были, по-видимому, свои соображения. Она не возвращалась в лагерь трое суток. Наши поиски были безрезультатны. Как вдруг егерь сообщает, что на рассвете Пиппы играл с шакалами на взлетной полосе возле скалы леопарда. Когда я примчилась туда, она встретила меня очень ласково, но потом убежала на равнину и гонялась за газелями Гранта, пока не стало слишком жарко. Мне удалось заманить ее в машину специально припасенным для этого мясом, и я привезла ее домой. Но к вечеру она ушла в заросли и не вернулась. Следующие дни были полны забот и волнений. Нам пришлось немало потрудиться, разыскивая ее следы. Мы обыскали всю местность в радиусе пяти миль и успели отлично ее изучить. Наибольшей популярностью среди львов и леопардов явно пользовалась высокая скала. Там было много их следов. С ее вершиной открывался прекрасный вид на равнину, речку и ближние заросли. Но встречали буйволов, слонов и носорогов, не говоря о более мелких животных. На пятый день я наблюдала в бинокле за слоном, как вдруг примерно в четырех стах ярдах от нас увидела сидящего на пне гепарда. Не веря своему счастью, я крикнула «Пи-па!» Гепард повернул голову и взглянул на нас. Мы заторопились к нему, стараясь не потревожить слона, и наконец подошли достаточно близко, чтобы рассмотреть гепарда, который следил за всеми нашими маневрами. Но не успела я навести на него бинокль, как он исчез. Конечно, уверенности в том, что это была пиппа, у меня не было, но дикий гепард вряд ли подпустил бы нас так близко. Если это все-таки была она, зачем ей понадобилось удирать? мы пошли по берегу реки, где на нас чуть не налетели пять водяных козлов. Они, сломя голову, выскочили из кустарника и резко свернули в сторону, заметив нас. Должно быть, они убегали от гепарда. Это нас немного подбодрило, и мы продолжали поиски. Я все время звала Пиппу, но откликались только зеленые мартышки. Решив, что если это была Пиппа, она сама вернется в лагерь, мы ушли домой, но и там прождали ее понапрасну. С утра пораньше я отправилась на то место, где мы видели гепарда. И там возле небольшого заливчика, который, судя по многочисленным следам, служил водопоем, устроил засаду. Было очень тихо, только пальма дум, в тени которой я сидела, шелестела листьями у меня над головой. Я пыталась представить себе, что делала Пиппа в этом чудесном уголке, который казался мне настоящим гепардовым раем. Если она научилась убивать добычу и не нуждалась больше в моей защите, к чему ей было возвращаться в лагерь, где на ночь ее запирали в вольер, а днем надоедали посетители. Надо признаться, я очень привязалась к ней, но ей-то за что было любить меня? Я вошла в ее жизнь сравнительно поздно, она попала ко мне не по своей воле, и как бы я ни старалась вознаградить ее за одиночество и неприятности в Нарамору, я все же могла предложить ей так немного по сравнению со свободной жизнью в зарослях, открывшейся ей теперь. Но меня мучил только один тревожный вопрос, готова ли она к самостоятельной жизни? Да к тому же я боялась, что она уйдет через реку за пределы заповедника. Проведя возле залива весь день, я вернулась домой одна. А на следующее утро мы нашли на этом месте следы когтей гепарда, который взбирался на дерево возле скалы, а потом и след уходящий за реку, где он отдыхал в пальмовых зарослях у воды. И снова я сидела в засаде целый день, но видела только пять слонов, которые старались встряхнуть орехи с верхушки пальмы дум, да еще пару водяных козлов, которые пронеслись мимо моего убежища. Должно бы спасались от какой-то опасности. Я пошла вверх по реке, откуда они прибежали, и нашла слежий промет гепарда, но пиппы нигде не было. Еще один на три ушло на бесплодные поиски, но вот как-то вечером появился человек с сообщением, что пиппа вернулась к скале леопарда. Я добралась туда, когда почти стемнело, я обнаружила ее возле гаража в окружении толпы африканцев. Увидев меня, она с птичьим чиританьем бросилась ко мне и вкачала в машину. Она ужасно изголодалась и съела все мясо, которое у меня было с собой. Я с огорчением заметила, как она отощала. Она казалась совсем маленькой, и нос у нее был мокрый и холодный, верный признак болезни. Когда мы приехали в ноги, она набросилась на еду, а я тем временем снимала с нее клещей. И тут я заметила, что задние ноги у нее словно одеревенели, а десны совсем бледные. Утром по радио был вызван ветеринар с портативным микроскопом. Я же не отходила от пиппы. Дос это накормило ее мясом и молоком, а она нежно отвечала на мои маски. Посланный по ее следу локаль обнаружил, что он соединяется с тем, которое мы видели возле залива. Значит, мы все-таки шли за пиппой. Странно, ведь она была тогда ужасно голодна, и несмотря на это, не вернулась в лагерь, а ушла в другую сторону, к скале леопарда. К вечеру она снова стала гоняться за птицами, забралась на дерево просто так для удовольствия, и я немного успокоилась, но все же меня очень обрадовало появление ветеринара. Он взял мазок крови, измерил пиппе температуру, у нее оказалось 38,4 градуса, и поставил диагноз собачий бабизиелез, которым болеют собаки. Это было очень интересно, потому что лишний раз подтверждало родство гепардов с собаками. Эльса умерла от болезней, которой болеют только представители семейства кошачьих. Ветеринар на всякий случай захватил лекарства, но посоветовал подождать несколько дней. Болезнь у пиппы протекала легко и мог выработаться естественный иммунитет. Все это время нам было предписано держать ее в вольере и наблюдать за температурой и другими симптомами. В течение пяти дней я мерила ей температуру утром и вечером. Она колебалась между 37 и 8 и 38 и 2 и 10 градусов. Для гепарда это нормальная температура. Аппетит у пиппы был зверской. Только теперь я заметила, как она любит желто-оранжевый жир зебры и обыкновенную грязь. Я была поражена, когда увидела, что она ест грязь возле каждой лужи. Когда я спросил о Джорджа, он сказал, что ничего особенного в этом нет. Гепарды таким образом получают дополнительное минеральное питание и улучшают свое пищеварение. Ко мне пиппа относилась гораздо нежнее, чем прежде, и ходила за мной как тень, но рычала на помощника и африканцев. С выздоровлением она становилась все беспокойнее, и через несколько дней ее затворничество стало одинаково невыносимо как для нее, так и для меня. На прогулку она выходила на полотке, но уговорить ее вернуться в лагерь было очень нелегко, потому что везде, где бы мы ни гуляли, встречалось столько интересных животных. Обнаружив, что ей мешают гоняться за ними, она снова начала отбиваться и царапаться, как и раньше, в Нарамору. Но там я спокойно ждала до темноты, пока ей не заблагорассудится сдвинуться с места. Здесь же рисковать было нельзя, надо было возвращаться домой засветло. Положение усложняли слоны, которые все время паслись около лагеря. Пиппа напряженно следила за ними, и можно было представить себе, какой дразнящий запах долетал до нее при каждом взмахе огромных ушей. Наконец, после шести дней постельного режима, Пиппа пришла в отличную форму, и я, устроив прощальный пир из мяса зебры, выпустила ее на волю. Она там же стала гоняться за страусами и провела весь день у реки. Вечером она вернулась с нами в лагерь и съела остатки мяса. В пять часов утра с громким муром она исчезла. Еще три дня мы пытались отыскать ее, и тут нам сообщили, что объездчики видели двух гепардов под деревом возле скалы леопарда. Объездчики были на грузовике, и меньший гепард сначала пошел к ним, но потом стал догонять большого, который удирал во все лопатки. Мы поехали на это место и стали прочесывать его, двигаясь параллельно друг к другу. Вдруг мой помощник чуть не наступил на двух гепардов, которые сразу же убежали, однако он успел заметить, что один из гепардов гораздо темнее пипы. На каменистой почве не осталось следов, вдобавок мешала высокая трава, и нам пришлось вернуться домой. Было уже совсем темно, когда мне послышало смурлыкание пипы. Я не успел встать, она вошла в мою палатку и стала нежно лизать Вернулась она с полным животом, под хвостом было несколько капелек крови, а шерсть сзади была мокрой от вылизывания, да и вообще вся шерсть у нее стала необычайно шелковистой. У меня не было мяса, и я предложила ей молока и яиц. Обычно она ела это с удовольствием, но на этот раз не притронулась к пище и немного погодя убежала. Я пошла за ней и была очень удивлена, что она останавливалась, ждала, даже затаивалась, чтобы меня подкараулить и как только я подходила, мурлыкала и ласкалась ко мне. Но, взобравшись на дерево и внимательно осмотревшись, она убежала. В глубоком раздумье я спрашивала себя, неужели она прибежала за четыре мили от скалы леопарда только для того, чтобы сказать, что она видела сегодня, как мы ее искали, но что у ее нового приятеля очень подозрительный характер, поэтому ей никак нельзя задерживаться, просто она хочет сообщить мне, как она счастлива. По дороге домой я вспомнила, что Эльса в подобном случае вела себя точно так же. на рассвете мы пошли по следу Пиппы и нашли ее на склоне холма. Она преследовала крупного страуса, но ее отвлетли цесарки, и она помчалась за ними, а потом налетела на трех слонов. Великаны стали уходить, Пиппа тоже исчезла, и мы опять не видели ее несколько дней. Меня пригласили в совет директоров в Мэру, чтобы я показала фильм, который мы сняли про Эльсу, и рассказала о возвращении к дикой жизни и о других методах охраны диких животных. Я поехала туда с Джозефом и была представлена аудиторией, которая собралась в новом зале правления. Присутствовало около четырехсот человек, и все они были рады узнать, что Эльса жила в заповеднике Мэру, все были полны энтузиазма и горячего стремления помочь им в нашей работе. Мне было особенно интересно следить за развитием этого заповедника, потому что именно здесь и в соседней северной пограничной провинции Джордж 25 лет прослужил инспектором по охране диких животных. Это место он посещал гораздо чаще, чем другие участки на подведомственной ему огромной территории, так как здесь больше всего было развито браконьерство. Мы очень хорошо знали этот участок и всегда мечтали о том времени, когда его сделают заповедником. Здесь было замечательное сочетание экологических условий и разнообразие дичи могло превратить этот уголок в настоящий рай. Ни в одном из восточно-африканских парков по охране диких животных нет такого количества непересыхающих речек и болот, такого удивительного разнообразия ландшафтов и растительности, такого перепада высот от тысячи до четырех тысяч пятисот футов. Поэтому диким животным не приходится выходить за пределы участка во время миграций даже с наступлением сильной засухи. Еще одно преимущество. Здесь водится муха цц сравнительно безопасная для диких животных, но несущая гибель домашнему скоту, так что тут никто не станет пасти скот, хотя риски здесь возделывать можно. Когда совет директоров в 1956 году постановил объявить 400 квадратных миль территории заповедника Мэру, мы с Джорджем были счастливы. Ведь к этому месту нас привязывало еще и то, что здесь мы выпустили на волю Эльсу и провели около двух лет вместе с ней и ее львятами. Позднее деньги, полученные за книгу об Эльсе и ее семействе, очень пригодились при благоустройстве заповедника, и все же, несмотря на это и на героические усилия многих людей, оставалось сделать еще немало. поэтому Джозеф и я были так рады вниманию, которое совет проявил к нашему заповеднику. Утром мы нашли след пиппы возле того болота, которое было предназначено для ее нового дома. Мы съездили в лагерь за мясом и решили провести в этом месте целый день. Вдруг из-за кустов возле группы деревьев вышла сонная пиппо. Если учесть, что она целых шесть дней не получала от меня еды, то в общем она была в неплохом состоянии. Но мясо, привезенное нами, уничтожило в мгновение око, пока мы располагались под деревом, чтобы позавтракать. Какая удача, что пиппо сама открыла тот участок, который мы для нее выбрали. А может быть, нам не следует переносить сюда весь лагерь. Мы просто приезжали бы навещать пиппу. Кажется, она была со мной вполне согласна. Когда я завела мотор, чтобы ехать домой, пиппа всем своим видом показала, что хочет остаться возле болота. Вернулись мы рано утром и застали ее на том же месте. Она нам очень обрадовалась и пошла с нами гулять, забираясь на все термитники и деревья, чтобы посмотреть, нет ли поблизости франкалинов. По утрам они так соблазнительны на камнях. Когда наступила жара, я устроилась в пени деревьев, разложив свои рисовальные принадлежности на низенькой походной кровати. Тем временем пиппа съела припасенное для нее мясо. Подошел Джозеф. Он был очень привязан к пиппе, и ей он тоже нравился. Ему даже разрешалось играть с ней. Мы решили пока что не переносить лагерь. Если пиппа устроится жить возле болота, мы будем привозить ей еду все реже и реже, пока она не научится обходиться без нашей помощи. Трудно было выбрать лучшую штаб-квартиру, чем эта рощица, откуда открывался чудесный вид вдаль и вширь. Еще несколько дней мы регулярно навещали пиппу и выработали определенный порядок действий. Встретив пиппу, мы отправлялись с ней на прогулку. Иногда мы шли вдоль течения мулики, извивавшейся среди скал и болот. Она пропекала в нескольких сотнях ярдов от рощи. Иногда мы переходили на другой берег и гуляли по песчаной равнине, которая была так не похожа на заросшие кустами холмы и каменистые Но куда бы мы ни направлялись, везде хватало термитников и деревьев, в которых пиппа могла выслеживать газелей Гранта, зебр, аиксов и вездесущих франкалинов. В полуденную жару мы отдыхали в роще. Я рисовала пиппу за завтраком, а мужчины отправлялись кудить в глубоких заводях хмулики. Там попадались вкуснейшие сумики. Пиппа с интересом обнюхивала холодную рыбу, но ее привлекал скорее необычный вид этой добычи, чем ее запах. Как только становилось прохладнее, мы опять шли на прогулку, а когда солнце опускалось совсем низко, мы оставляли пиппу за обедом и уезжали домой. Она прекрасно знала дорогу в лагерь, но никогда не приходила за нами, и через несколько дней мы решили прекратить на время свои визиты и посмотреть, как Пиппа будет себя вести. Глава пятая Браконьеры и перемена лагеря на следующий день Джозеф должен был отправиться во главе патруля выслеживать браконьеров вдоль по реке Ура, и я уговорил его взять меня с собой. Тана самая большая река в Кении, и ширина ее возле устья Уры около трехсот ярдов. Оттуда мы отправились в поход, потревожив небольшое стадо бегемотов, которые успели выразить свое недовольство громким сопением, изрыгая фонтаны воды, прежде чем их неуклюжие блестящие тела погрузились в воду. Мы тихо продвигались через густой кустарник вдоль берегов этой чудесной реки, где мне так много пришлось бродить когда-то с Эльсой. Ее лагерь находился в нескольких милях вверх по течению, и каждый шаг здесь был связан с горькими для меня воспоминаниями. Внезапно я споткнулась, а поваленное дерево упало и сильно ушибло ребра. Я попыталась не обращать внимания на боль в груди, но двигаться становилось все труднее. Делать однако было нечего, и я шла вместе со всеми, пока мы не увидели на противоположном берегу браконьера, который натянул лук, целес в невидимую жертву. Чтобы помешать ему спустить стрелу, Джозеф выстрелил в воздух, а два егеря бросились вброд через реку. Следом пошел Джозеф, и они исчезли в густом кустарнике. Остальные напряженно прислушиваясь, простояли в полной тишине, как мне показалось целую вечность. Наконец все трое возвратились. Они шли вброд по поясу в воде, держа винтовки над головой. Оказывается, когда егеря погнали с заудиравшим браконьером, на них напал носорог. Должно быть, ему-то и предназначалась стрела браконьера. Люди мгновенно взобрались на дерево, и носорог продержал их в осаде так долго, что браконьер успел скрыться. Когда подошел Джозеф, он не увидел уже ни носорога, ни браконьера. Вскоре мы заметили еще троих браконьеров, расставлявших ловушки на крокодилов у дальнего берега. Но прежде, чем егеря успели перебраться на тот берег, их и след простыл. Ускользнуть браконьерам помогла густая растительность. Когда же мы нашли еще ловушки, остатки недавних костров и следы людей за колючей оградой возле могилы Эльсы, Джозеф приказал патрулировать эту местность в течение недели. Мне очень хотелось узнать, как поживает Пиппа, но для ее же пользы и заноющей боли в груди я решила подождать еще сутки. И только тогда мы отправились к ней, захватив мясо зебры. мы нашли ее в роще очень голодную. Она подошла ко мне, а на локаля и помощника не обратила никакого внимания. Не взглянула на них она и тогда, когда они на прощание застрелили для нее птицу. После этого мы приехали только через два дня, и Пеппа опять ждала нас и опять очень исхудала. Было совершенно ясно, что она не охотится, целиком полагаясь на нас. Как не тяжело мне было морить ее голодом, но это было единственное средство вернуть ее к свободной жизни. Даже если она не сразу научится добывать пищу, она все же узнает таким образом законы зарослей быстрее, чем оставаясь в лагере. Кстати, никто не мешал ей прийти в лагерь, если она проголодается. Но мы все же решили навещать Пеппу ежедневно. Я очень любила часы, которые мы проводили вместе. Хотя Пеппа никогда не проявляла свою привязанность так открыто, как львы, я знала, что она довольна и счастлива, когда лежит возле меня и муж выречит, пока я ее рисую. Как это не грустно, но мои ушибленные ребра давали знать о себе при каждом вздохе. Наконец, у меня уже не хватило сил терпеть боль, и на самолете скорой помощи я вылетела в Найроге. Там в больнице меня продержали пять дней. Как только мне стало лучше, я пошла навестить у Гаса. Он был собственностью национального парка и жил в питомнике для диких животных с тех пор, как закончились съемки фильма «Рожденная свободной». Меня он сразу узнал и с жалобным стоном стал пьется своим мягким носом сквозь решетку о моей руки. Он беспокойно шагал вдоль решетки, пока служитель рассказывал мне, что в питомнике появилось много львов и их стало трудно содержать. Он намекнул, что теперь самое время попытаться снова забрать у Гаса, тем более, что никто не решается к нему подходить. Таким он стал оплатным. Несомненно, наш добряк у Гас стал таким только из-за условий, в которые его поместили. Да и кто из нас не вышел бы из себя в подобной обстановке. Как только я вернулась в Неру, мы с Джордом стали добиваться разрешения выпустить у Гаса на волю, и вскоре оно было получено. Пока меня не было, пиппой занимались мой помощник и локаль. Они с гордостью сообщили мне, что пиппа отличилась, показала шакалу, кто тут хозяин. Увидев, что он подбирается к ее мясу, она кинулась на него, он спрятался за машину, но она выгнала его оттуда, подбросила в воздух и заставила удирать во все лопатки, хотя ей ничего не стоило прикончить его. К сожалению, все это произошло слишком быстро, и они не успели ничего сфотографировать. В начале июля мой помощник вынужден был оставить нас, чтобы приступить к работе, которую ему уже давно предлагали. Я была огорчена его отъездом, но пока локаль охранял нас от всяких опасностей, помощник мне был не особенно нужен. В общем, наши дни протекали мирно. В роще, где жила Пиппа, мы слушали крики суетливых ткачиков, которые, очевидно решив, что под нашей защитой можно жить, стали строить гнезда на соседних деревьях. Мы слышали визгливый лай зебр, следили за буйволами и слонами, которые забирали в болото по самое брюхо и спугивали стайки цапель, затаившихся в тростниках. В это время года у жирафов появляются малыши, восхитительные существа с непропорционально огромными плечами и коленями, короткими шейками и слишком большими головами, увенчанными пока только двумя мохнатыми шишечками, на месте которых потом появятся короткие, похожие на пеньки рожки. Джозеф часто присоединялся к нам, и мне была очень по душе та жизнерадостная уверенность, с которой он разрешал все вопросы. Но он вскоре должен был уехать на двухгодичные курсы инспекторов по охране животных в Мвека колледже в Танзании и дожидался только возвращение директора. С недавних пор у Пиппы появилась кровоточащая опухоль возле одного из коренных зубов и стали шелушиться подушечки на лапах. Быть может, я кормлю ее неподходящей пищей? Если гепардам действительно необходимы перья, хрящи и другая грубая пища, то Пиппе этого явно не доставало, потому что Джордж обычно приносил ей мясо, а когда мы стреляли для нее птиц, она не притрагивалась к перьям и потрохам, предпочитая жир у основания перьев. Вообще она не знала, как обращаться с птицами, которых мы для нее добывали, и нам самим приходилось потрошить их для нее. Поэтому я просто увеличила дозу витаминов в ее молоке, надеясь, что это поможет ей быстро поправиться. Но тут она снова исчезла на два дня, и мы нашли ее очень похудевшую возле скалы леопарда. На этот раз она впервые ушла от болота, где поселилась 38 дней назад. леопарда. Я никак не могла понять, почему она отправилась путешествовать, но все объяснил свежий след самца гепарда, обнаруженный возле скалы леопарда. Тем временем вернулся директор. Он посоветовал нам купить новый ленд-дрозер для заповедника на деньги, полученные за книгу об Эльсе. Для этого нам пришлось вылететь в Найроби, и я воспользовался случаем, чтобы посоветоваться с ветеринаром. От болезни десен он прописал пиппе таблетки лидеркина. На подушечке лап мазь теракартрил. А чтобы она не слизывала лекарства, следовало взять в аптеке особый аэрозоль, который мгновенно высыхает. Когда мы вернулись, мне понадобилась вся моя хитрость, чтобы пиппа разрешила обрызгивать подушечки лап ледяной жидкостью. Она сразу не возлюбила эту процедуру и старалась перехитрить меня, пряча лапы под брюхо или бросаясь в сторону, как только я появлялась с ненавистным лекарством. Когда эти хитрости не помогали, она вышибала пузырек у меня из рук и закапывала его в пыль. Но все же мне удалось продолжать лечение, и вскоре пиппа совсем поправилась. Я смотрела, как она гоняет конгони и страусов, и думала, что она многому научилась с тех пор, как играла в прятки среди розовых кустов с детьми данки. Теперь ей ничего не стоило сапнуть за ногу слона. Из всех живых существ ей внушали почтение только крокодилы. Она так осторожно прыгала через реку, что было ясно, что она трусит. Она изводила меня, когда я хотела сфотографировать ее прыжок через речку, принюхивалась и медлила до тех пор, пока я, потеряв терпение, не отворачивалась. Топ-то она и прыгала. Если мне хотелось снять, как она балансирует среди тонких веток пальмы дум, она усаживалась с безразличным видом, словно не замечая, что я уже навела на нее камеру. Но как только отчаявшись, я сдавалась, она принималась совершать головокружительные воздушные номера, да еще между делом шлепала меня по ногам, чтобы я осознала, как ловко меня одурачили. Следующая отлучка продолжалась восемь дней. Когда мы ее искали, нам попалось столько львиных следов возле рощи, а в самой рощи столько поваленных слонами деревьев, что я уже стала опасаться, не перебрала слепеппа в более спокойное место. Вернулась она с равнины за болотом в отличном состоянии, хотя и голодная. Слоны в последнее время повадились на кукурузные поля у подножия гряды Джун-Денни и нанесли фермерам такой урон, что те потребовали перестрелять их. Чтобы избежать этого, директор решил прогнать мародеров в заповедник, посыпая на них самолета кукурузную муку, пропитанную человечьим духом. В проведении этого хитроумного эксперимента он предложил участвовать и мне. Прежде чем поднять воздух в свой двухместный самолетик, он выдал мне несколько бумажных мешочков, наполненных толчаной кукурузой, в которую были прибавлены лоскутки ношной одежды африканцев. Пролетев над владениями пиппы, мы оставили позади широкие болота, где было полно животных, и полетели к холмам. Там мы заметили несколько стад слонов. Услышав треск самолета, который пронесся у них над головами, гиганты в панике бросились сквозь заросли. Быстро кружа над бегущими великанами, директору удалось направить их в сторону заповедника, а потом он прибавил им прытьей, посыпав сверху пахучей кукурузой. Вечером директор приехал к ужину, чтобы обсудить свои проекты по благоустройству заповедника, которые он хотел осуществить на средства из фонда Эльсы. Лагерь освещался яркой лампой, и директор предложил мне устроить заслон из пальмовой циновки, чтобы скрыть свет. Когда я без особого энтузиазма велела поставить заслон, мне стало понятно, как действуют стены на настроение заключенных. Я так привыкла к открытым пространствам, что предпочитала проводить вечера с другой стороны заслона, в темноте. Здесь я себя чувствовала частью окружающего мира, а там я была просто в освещенной клетке. пеппо оставалась возле рощи только четыре дня и снова пропала. Через два дня наша поисковая партия встретила ее на полпути между болотом и лагерем, но она опять ушла на три дня, а потом 9 августа окончательно исчезла. К сожалению, именно на утро этого дня я назначила отлет в Найроби к доктору, потому что меня мучили боли в почках. Отложить полет было невозможно, и я оставила пеппу на попечение локаля. В Найроби я зашла в питомник для диких животных, чтобы узнать, когда можно забрать угаса. Заодно я попыталась выяснить о специалистах по гепардам, почему пеппа, которая так счастливо прожила три месяца сама по себе, внезапно вернулась к цивилизации. Мне сказали, что молодые гепарды обычно до двух лет не расстаются с матерью, которая учит их убивать добычу. Я усомнился в этой теории. Пеппа казалась такой независимой и рассказала знатокам, что она уже проявила интерес к самцу. По их мнению, это было весьма преждевременно, потому что период спаривания у самых гепарда, как правило, наступает только в возрасте двух с половиной лет. То, что пеппа до сих пор не убивала добычу, доктор объяснил, сравнивая ее с недоношенным ребенком. Дело в том, что функция сосания у ребенка требует координированного действия 56 мышц, а они развиваются только на седьмом месяце беременности. И, следовательно, младенец, рожденный до этого срока, сосать не способен. Должно быть, так же обстояло дело с пеппой, когда ей давали цесарку. Ее охотничьи инстинкты еще не проснулись. Но никто так и не сумел до конца объяснить мне ее поведение. Три месяца провести на свободе в том возрасте, когда положено сидеть у маминой юбки, а потом вернуться обратно. Но раз уж она нарушила правила поведения гепардов, я решила представить ей самой выбирать тот образ жизни, который ей нравится. При таких условиях ей будет хорошо, а я узнаю много нового о жизни гепарда на свободе. Все три дня, пока я отсутствовала, Пиппа провела в лагере, но утром накануне моего приезда исчезла. На следующий день она объявилась возле скалы леопарда, и я заманил ее в нашу машину, показав ей кролика. Мне его дали специалисты в питомнике, как особое лакомство для гепарда. Да, это действительно было лакомство. В косточках тушки находились необходимые ингредиенты, которые дают природную пищу. Их не хватало в рационе Пиппо с тех пор, как директор запретил мне стрелять цесарок, и я кормила ее только мясом. Пиппа съела кролика до последней шестинки, а потом стала легонько трогать лапами мои ноги, так она всегда звала меня на прогулку. Теперь я знала, что ее охотничьи инстинкты еще дремлют, и спокойно наблюдала, как она катается в пыли, когда к ней подходит стадо газелей Гранта. Ложак плясал, приближаясь шаг за шагом, потряхивал великолепной головой и вызывающий фыркал. Но она не обращала на него внимания, пока он чуть ли не наступил на нее. Тогда она села, и для газели этого было достаточно, их как ветром сдуло, а Пиппа даже не подумала за ними гнаться, и опять весело купалась в пыли. В это время Джордж с увлечением следил за своими двумя львами. Герл в первый раз убила добычу газель Томпсона в возрасте семнадцати месяцев, как раз в то время, когда у львов просыпается охотничий инстинкт. Теперь, после пяти месяцев на свободе, она за одиннадцать дней добыла павиана, канну и зебру. И Джордж видел, что она проделала это мастерски. Интересно, что бой не пытался присоединиться к сестре на охоте, и всегда оставался дома, хотя звать его к убитой добыче не приходилось. Он первый набрасывался на еду. Поведение львов подтверждало наше наблюдение над детьми Эльсы, в том числе и тот факт, что львицы меняют зубы около года, а у львов постоянные зубы вырастают на два-три месяца позже. По-видимому, львицы развиваются раньше, чем львы. За эти дни в наш лагерь неразь приезжали гости, но Пеппа не обращала на них внимания или попросту уходила. Она признавала только локаля и меня. Но если раньше она была с нами очень ласкова, то теперь иногда проявляла агрессивность, грызла пол моей палатки и покусывала меня за ноги. Ясно, что она была раздражена и искала, на ком сорвать злость. После наступления темноты она всегда уходила из лагеря. Я вполне понимала, почему ей не хочется оставаться в лагере на ночь. В последнее время торопливый лев повадился бродить вокруг. Однажды ночью он разгуливал между нашими палатками больше часа и пустел так громко, что мне показалось, что он вот-вот вломится ко мне. Наконец какие-то львы ответили на его призывы и отвлекли его от нас. двадцатого октября в полночь меня разбудил звук машины. В ней сидел Джордж с Угасом. Оба измотались после девятичасовой дороги и пока мы праздновали прибытие Угаса за чашкой кофе, чтобы согреть Джорджа, он сказал мне, что Угаса отпустили только на три дня. Это испытательный срок, и если за это время он проявит свой опасный характер, его сошлют в зоопарк в Уипснейд. Поведав мне эти новости, Джордж перешел с кофе на виски и, подмигнув мне, заявил, что Угас остался таким же добродушным существом, каким мы его знали, и ему эта опасность не грозит. И действительно, он же терся решетку, чтобы лизнуть мне руку, хотя долгая тряская дорога вполне могла испортить ему настроение. Позднее оба они уехали в лагерь Джорджа. Примерно в это же время директор управления национальных парков Нервин Кови прилетел посмотреть заповедник. Нам всем очень хотелось, чтобы заповедник был передан в ведение управления национальных парков. Этот день омрачила гибель жирафа. Рано утром нам сообщили, что животное увязло в болоте, но когда мы подоспели с веревками, блоками и лебедкой, было уже поздно. Я очень люблю сетчатых жирафов, и когда я увидела, что животное лежит на боку с мордой погруженной в воду, мне показалось, будто умер мой близкий друг. Наступила жара, которая особенно чувствовалась в лагере, защищенном от ветра. Из-за этого у меня снова разболели спочки. Я так отекла, что стало похоже на рекламу автомобильных шин. И Пиппа тоже чувствовала себя здесь неважно. Мы поговорили с директором парка, и он предложил нам перебраться в Кеннер-Лодж, где в одном из домиков жить будет гораздо удобней. Для Пиппы это тоже будет лучше, потому что почти все гепарды заповедника живут как раз в той местности, и она сможет найти новых друзей. Наконец он выразил надежду, что я помогу привести в порядок жилой дом, который сильно обзершал после отъезда управляющего. Кеннер был построен для леди Кеннер как частная резиденция, за которой следил управляющий. Это было прелестное место, где деревянные хижины располагались вокруг главного дома, в котором была просторная столовая с гостиной и большая веранда. леса на Рейлзеру, одной из пяти крупных рек заповедника, которая протекала внизу среди живописных скал. В ее глубоких заводах было полно рыбы и крокодилов. Перед домом был устроен плавательный бассейн, окруженный тщательно подстриженным газоном и яркими цветочными клумбами. Группа акаций защищала бассейн от соуза. Недавно это имение поступило в продажу и было куплено на деньги, собранные в Америке моей приятельницей Алоизой Бокер с тем, чтобы передать их правление заповедника мэру. Пока решалась судьба заповедника, имение служило охотничьим домом, где посетители получали все кроме питания. за рекой была посадочная площадка, связанная с имением асфальтированной дорожкой, которая вела к одной из главных дорог парка. Сам Кеннер расположен в тупике. Мы укладывали вещи, предвкушая более комфортабельную жизнь в доме, до которого было всего лишь 11 миль. В этот последний вечер в лагере я сидела и смотрела на пипу при свете луны. Она казалась такой счастливой, и как чудесно она приспособилась к новой вольной жизни. А меня теперь начинало грызть беспокойство. Мне предстояло взять ее в гостиницу, где она неминуемо превратится в приманку для туристов. И все, что она до сих пор приобрела, может быть потеряно. На следующее утро я уговорила директора разрешить нам разбить лагерь в двух милях от гостиницы. Вскоре мы отыскали идеальное место для лагеря возле маленькой речушки в Ассаронге. В этом месте через нее как мост было перекинуто поваленное дерево и можно было легко перебраться на равнину за рекой. Несколько больших деревьев давали густой тень. В какой-нибудь сотне ярдов выше по течению в Ассаронге впадает мулика, но теперь в жаркий сезон она высохла, так и не добравшись сюда от болота пиппы. Многочисленные следы на песчаном берегу и среди прибрежной растительности показывали, что это место служит для отдыха многим животным. Через две мили в Ассаронге в Ассаронге впадает в Рейзеру, которая ограничивает равнину, расположенную за рекой. Единственным недостатком этого прекрасного во всех отношениях места была близость дороги, связывающей скалу леопарда с Кеннером. Она проходила всего в трехстах ярдах от нас, но я надеялась, что нам удастся обеспечить себе относительный покой, если мы поставим все палатки спиной к дороге. Позднее я с той же целью выгрузила два щита с надписями «Экспериментальный лагерь, вход воскрещен». Наши палатки размещались под тенью двух величественных тамариндов, но их отполированные стволы, к сожалению, говорили нам что не мы первые освоили это место. Пиппа вылезала на деревья и наблюдала с высоты как мы строим для нее небольшой вольер возле моей палатки, чтобы он служил ей убежищем по ночам, пока она не привыкнет к новой обстановке. Когда все было готово, она спустилась вниз, перебралась по упавшему стволу через восторонги и исчезла на равнине. Мы пошли за ней и увидели, что она лежит на высокой ветке акации, опустив голову на передние лапы и наблюдает за несколькими конгониями. Солнце уже садилось, и я поторопилась поместить ее в вольер. Мне удалось заманить ее внутрь, но она в мгновение ока взобралась по сетке и очутилась на свободе. На ночь она устроилась возле моей кровати, но на рассвете исчезла. Мы пошли по следу и нашли ее на термитнике возле Кенмерлоджа. Она наблюдала за козами, которых мы привезли с собой в качестве аварийного запаса мяса. Их посла старшая жена локали. Мне удалось отвлечь Пиппу. Окликнув ее, я быстро пошла по звериной тропе, густо испещренной следами разных животных. Пиппу очень заинтересовали запахи, и, принюхиваясь, она медленно шла за мной до самого водопоя. Перед речкой мы пересекли выход известняка, спускавшийся небольшим обрывчиком к воде. Пиппа обследовала это место и, грациозно прыгая с островка на островок, добралась до зарослей камыша. Она чувствовала себя в своей стихии. Потом она бросилась на землю рядом со мной и громко замурлыкала. Нельзя было не разделять ее чудесного настроения. Некоторое время мы просидели в тишине, а потом появился молотоглав. Совершенно неподвижно, склонив свою похожую на молоток головку, он смотрел в воду, молниеносно выхватывал оттуда мелкую рыбешку, легко переступал через камни и повторял эту процедуру. Тем временем появилась цапля глиав и тоже принялась рыбачить. Потешный молотоглав был самым маленьким из местных аистов, зато глиав элегантный, в голубовато-сером наряде был самый красивый и крупный из обитающих здесь цапель. Редки с тайкой сели у воды и долго пили. К ним присоединились голуби, которые быстро искупались в песке, прежде чем напиться. Пипа наблюдала за всеми, полузакрыв глаза. Она слишком удобно устроилась, чтобы заниматься охотой. Почему-то считается, что только человек способен отдавать себе отчет в собственных чувствах. Да, в этот момент я действительно с особой остротой ощущала счастье и покои в душе. Но откуда мы знаем, что животные не осознают своих переживаний? Почему не допустить, что Эпипа знала, как ей сейчас хорошо? Потом мы пошли вниз по течению Кроеверу. Эту чудесную реку я полюбила еще с тех пор, как мы жили на ее берегу Сельсии. Она берет начало в холмах Джамбэни, как и большинство рек заповедника Меру, и протекает по самым живописным местам, спускаясь с лесистых склонов на равнину. Есть на ней водопады и узкие стремнины. Вот она медленно течет по песчаному руслу, а за поворотом уже спешит по перекату. Завесы из лиан и ползучих растений, темно-красные стволы пальм рафий, склоняющих листья над заводями, где прячутся крокодилы, густая листва фиговых деревьев, оттеняющие кружевную сетку акаций, в тени которых слоны скрываются от полуденного жноя. Все это можно увидеть на ее берегах. Как часто на склоне дня мы с Эльсой следили за стадом буйволов у водопоя или за осторожными маневрами малых Куду и Бушбоков. Они всегда остерегались львов, которых привлекало наше появление. Через густой колючий кустарник можно было ходить только по звериным тропам. И мы пошли по одной из них, пока не добрались до устья нашей речки. Здесь река ныряет в известняковый туннель, а потом впадает в одну из глубоких заводей Ройверу. Я заметила много следов и помет бегемотов среди пальмового подростка и сообразила, почему пипа волнуется и идет сзади меня. Бесконечный шерест листьев, пальмы, дум у нас над головами, прерываемый турецким криком птицы, носорога с уробким голосом зеленой мартышки, заставляла ее нервничать еще больше. Наконец, когда на песке мне попался след питона в руку толщиной, я решила уйти подальше от реки и вернулась на равнину, где пипа сразу успокоилась. Мы пришли домой как раз вовремя. директор кружа над лагерем на своем самолетике сбросил какой-то сверток, который застрял в верхних ветвях тамаринда. Локаль не без труда вскарабкался на дерево, но пипа в несколько прыжков обогнала его и, казалось, посмеивалась, наблюдая за его неуклюжими попытками высвободить сверток из листвы. Но на этом наше развлечение еще не кончились. Мы опять пошли с пиппой на прогулку и наткнулись на свежий след гепарда. Отпечатки были гораздо крупнее, чем у пиппы. Ясно, что это был след самца. Пиппа принюхивалась к нему с большим интересом. Когда стемнело, мы заторопились домой, но чуть не столкнулись с восемью слонами, которые шли в ту же сторону, что и мы, и преградили нам дорогу. Чтобы они не успели окончательно отрезать нам путь в лагерь, ничего не оставалось, как обогнать их и перейти реку раньше. Пиппе этот бег на перегонки ужасно понравился, и она носилась от нас к слонам и обратно. Только добравшись до лагеря, мы почувствовали себя в полной безопасности. Когда взошла луна, и все близкие кусты стали серебристо-серыми, пиппа усела, прижавшись ко мне, положила голову мне на колени и замурлыкала. Я снова подумала, как немного нужно для счастья ощущать рядом существо, которое разделяет твои чувства. Как необходимо мне стало общество пиппы, я поняла только, когда она вскочила и скрылась в темноте, оставив меня в необъятной африканской ночи наедине с моими мыслями. Должно быть, она отправилась по следу гепарда, который мы нашли сегодня вечером. Я увидела ее снова только рано утром. Она гналась по равнине с заводяным козлом. Наверное, она проголодалась, ведь запас мяса у нас кончился уже два дня назад, и я обрадовалась, когда Джордж привез к вечеру небольшую козу, чтобы Пиппа научилась разделывать добычу, мы отдали ей тушу целиком. Ей впервые предстояло самой распотрошить длить. Она начала с задней части, затем погрызла ребра в свой любимый кусок и, наконец, закусила печенкой. Потом она устроилась поблизости и приготовилась защищать добычу ночью, но я быстро подтащила тушу к своей палатке, чтобы к нам не лезли ни львы, ни гиены. Я недавно достала холодильник, работавший на керосине. Без него нельзя было обойтись, потому что мясо портилось в этом жарком климате уже на второй день, а выбрасывать его было слишком накладно. На следующее утро я положила остатки мяса в холодильник и попробовала уговорить Пиппу прогуляться, но она перешла к маленькой хижине, где помещался холодильник, и продолжала нести свою вахту. Потом ей это надоело, и она разыскала старый футбольный мяч, игрушку, которая сохранилась еще с киносъемок в Нарамору. Он где-то завалялся и сильно спустил воздух, но это как раз очень понравилось Пиппе, теперь его можно было держать в зубах. Пиппа гордо носила мяч в пасти и явно предлагала поиграть. Пришлось нам с Лакалем и поваром перебрасываться мячом, а Пиппа безустоль гонялась за ним, пока он наконец не скатился в реку. Она рванулась вслед, но мочить лапы ей не хотелось. Она дождалась, чтобы течением подогнала мяч поближе к берегу и схватила его зубами. С победоносным видом она принесла мяч и положила у моих ног, прося поиграть с ней еще. К моему удивлению Пиппа принесла поноску как отлично вышкаленная легавая, и мне захотелось проверить, сможет ли она повторить этот номер. Я снова бросила мяч в воду. Она тотчас же бросилась за ним. На этот раз она аккуратно подогнала его лапами к тому месту, где его удобно было взять, а потом побежала и снова положила его к моим ногам. Эта игра на несколько недель стала ее любимым развлечением. В дождливое утро Пиппа не раз притаскивала мокрый мяч и роняла его ко мне на постель. Так ей хотелось, чтобы я встала и поиграла с ней. Вскоре она изобрела новый способ извлекать мяч из воды без особых хлопот. Нужно было только дождаться, пока его принесет течением к низеньким мосткам, которые мы построили напротив кухни, а там уж достать его было легче легкого. Иногда Пиппа так дрожала от возбуждения, что мячик зажатый у нее в зубах тоже весь ходил ходуном. Поразительно, что Пиппа по классификации причисленная к кошкам приняла сильный инстинкт подавать вещи, которые больше роднил ее с собаками. Когда я рассказала об этом одному другу в Соединенных Штатах Америки, он ответил, что мое удивление вполне оправданно, ведь именно эту способность приносить брошенные предметы считают одним из двух основных качеств у тех щенков, которых ассоциация помощи слепым натуит в поводыри. Потому что это признак готовности собаки служить человеку. Он добавил, что возможно именно по этой причине гепард единственная из диких кошек, которую можно превратить в домашнее животное. Несмотря на то, что Пиппа страстно полюбила игру с мечом, она стала проводить все больше времени вне лагеря. Сначала она уходила только днем, но потом стала исчезать и ночью. Я знала, что она держится поблизости, но все-таки волновалась, потому что ела она очень мало и казалась беспокойной. Однажды она даже проявила агрессивность. Стала трепать полотнище моей палатки и сверя позорачала, когда я подошла. Я отвлекла ее и выманила на прогулку. Когда стемнело, она незаметно отстала и не возвращалась до утра. Я сговорилась с Дорджем встретиться на следующее утро на полпути к лагерю Эльсы. По дороге я проезжала Кенмер-Лодж и заехала посмотреть на наше маленькое стадо коз. Как только я остановила машину, откуда ни возни появилась Пиппа, увидела пасущихся коз и напала на них как гром среди ясного неба. Мы побежали и с криками стали собирать блеющих коз. Наконец нам удалось загнать их и запереть в загоне. Тем временем Пиппа носилась за курами наших егерей. А те вместо того, чтобы спасать обезумевших птиц, посмеивались, стоя в стороне и, видимо, подсчитывали, сколько можно будет содрать с нас за каждую убитую птицу. Но Пиппа никого не собиралась убивать. Ей просто хотелось поиграть, и, несмотря на то, что я четыре дня не кормила ее, она только ненадолго придержала лапами орущего цыпленка, а потом отпустила его целого и невредимого, а сама стала игриво кататься по песку. Я попыталась заманить ее в машину, но она вскочила на крышу и, стараясь удержать равновесие, поехала стоя. Не доезжая до лагеря, она впрыгнула на ходу и скрылась. Все это сильно задержало меня, а Джордж уже ждал в зарослях, поэтому я поехала дальше, попросив локаля принести немного мяса из лагеря и подманить пипку. Мы с Джорджем часто приезжали в лагерь Эльсы после ее смерти, и у меня иногда появлялось странное ощущение. Сказалось, что Эльса здесь, рядом. И как бы я ни была расстроена, вскоре меня охватывало чувство такого умиротворения, что все снова становилось на место. Джордж был встревожен, у бедняги Угаса несколько дней назад воспалился глаз. Пока мы говорили о болезни Угаса, в кустарнике неподалеку раздался подозрительный шорох. Мы пошли на звук и чуть было не застали врасплох прайд из шести львов. Свежие следы и примятая трава говорили о том, что львы поспешно ретировались при нашем приближении. Потом мы прошлись вдоль берега и видели, как ибисы Хадада кормят двух птенцов в гнезде на дереве. Эти красивые птицы встречаются здесь довольно часто, но у гнезда мы наблюдали их впервые. Я вернулась в лагерь к чаю одновременно с Пиппой. Она покачивала головой, приглашая меня на прогулку. Пока мы гуляли, она часто прислушивалась к звукам, которые доносились из зарослей, но ни разу не пошла посмотреть, что там такое. Все объяснилось, когда мы вернулись в лагерь и локаль сказал мне, что видел поблизости льва. Я хорошо знала, как Пиппа боится львов и удивилась, когда она опять ушла на ночь. Но это был хороший знак. Пиппа сделала еще один шаг к вольной жизни. Предпочла сама избегать врага, как и полагается дикому гепарду, а не рассчитывать на мою помощь. Еще три дня она приходила очень ненадолго, чтобы поесть, но при этом ни разу не пропустила свою любимую игру в мячик. Мне стало жаль бедную Пиппу. У нее было так мало радостей в жизни по сравнению с дикими гепардами. Она всегда была одинока. Разве мы могли заменить ей родную семью? Глава шестая Я попадаю в беду 23 сентября я получила записку от Джорджа. Он сообщал, что глаз у Гасса совсем разболелся, а температура поднялась до 40 градусов. И просил меня передать мазки крови ветеринару в Найроби, потому что ему не хотелось оставлять у Гасса. Тем временем он сам сделает льву несколько инъекций беренила на случай, если это заражение от укуса мухи ЦЦ. Я тут же отправилась в путь, оставив пипку на попечение локаля. Ветеринар не нашел трипанасом, но обнаружил большое количество лейкоцитов, что указывало на воспалительный процесс и прописал пенициллин. Я передала его совет Джорджу по радио, так как знала, что в его аптечке пенициллин есть. Когда я вернулась через пять дней, меня встретил пустой лагерь. Все, кроме повара, отправились искать пипку возле Кеннера. Я тоже включилась в поиски, звала ее несколько раз, и она скоро появилась, здоровая, но очень худая. Локаль сказал, что во время моего отсутствия она почти все время бродила на свободе с другим гепардом. Мы пошли по ее следу и дошли до равнины Гамбо, где Локаль видел ее в обществе самца. Здесь он нашел другой парный след и понял, что возле Кеннера есть еще одна пара гепардов, с которой Пиппа пыталась примкнуть. За все это время она только дважды поела в лагере. Ничего удивительного, что Пиппа похудела после таких эскапад. Мне не пришлось ее долго уговаривать влезть в машину и вернуться в лагерь. Мясная приманка сделала свое дело. В лагере она съела невероятное количество мяса, а потом прилегла рядом со мной и громко замурлыкала. Казалось, она очень рада, что я вернулась домой. Но это не помешало ей снова удрать, как только стемнело. Ночью она приходила два раза и терла с головой о мое изголовье сквозь противомоскитную сетку. На следующую ночь я заметила, какое-то похожее на нее животное на поваленном дереве. Оно исчезло, как только я посветила фонарем. На утро я нашла там след гепарда, но если это была пиппа, то зачем ей было удирать от знакомого фонарика и от меня? Мы часа два понапрасну искали еще какие-нибудь следы, а вернувшись в лагерь, застали там очень голодную пипу. Кроме того, нас ждал помощник Джорджа с плохими вестями. Глаз у Гаса воспалился еще больше. Я посоветовала ему немедленно ехать в Меру и оттуда вызвать по телефону ветеринара из Найроби, чтобы он срочно вылетел в лагерь Джорджа и в случае необходимости сделал операцию. Помощник отправился в Меру, а я поехала к Джорджу. Бедный наш Угас Глаз у него совсем побелел и, видимо, причинял ему сильную боль. Но зато я была рада узнать, что температура упала. Хотя в мазках и не нашли трепоносом, Угас безусловно переболел трепоносомозом и Джордж вылечил его инъекциями беренила. Вскоре прибыл ветеринар, он посоветовал продолжить курс пенициллиновых инъекций с добавлением кортизона, чтобы удалить белую пленку, закрывавшую глаз. Но он предупредил, что это сильное лекарство может сделать Угас раздражительным. Таково побочное действие кортизона. Я знала, как Пиппа постоянно в своих привычках и заторопилась домой, чтобы взять ее на вечернюю прогулку. Хотя она перед моим приездом наелась до отвала и едва могла двигаться, она все же пошла за мной. Вскоре ее заинтересовало что-то в зарослях, и она несколько раз внимательно прислушивалась, глядя все время в одну сторону. Как только стемнело, она исчезла. Она всегда тщательно скрывала свои намерения и никогда не уходила из лагеря, если кто-нибудь мог ее видеть. Позже мимо нас проезжал помощник Джорджа. он возвращался из мэру и видел следы двух гепардов милях вдвух от лагеря. Было ясно, что Питпа наконец нашла товарища получше нас. Каково же было мое удивление, когда она появилась на следующий день, чтобы поиграть в мяч. После игры мы пошли на прогулку и встретили выдру. Я впервые видела это животное на свободе и волновалась гораздо больше, чем Питпа, следя, как выдра скользит в камышах вдоль берега и ее блестящий мех переливается на солнце. Потом заволновалась и Питпа, обнаружив на дороге свежий след гепарда, который отпечатался поверх колеи грузовика, проехавшего всего полчаса назад. Она возбужденно принюхивалась к следу, но вернулась со мной домой и плотно пообедала перед тем, как скрыться в направлении Кенмера. Еще три дня она исчезала с наступлением темноты, а потом пропала на двое суток. Все ее следы вели к Кенмеру и один из егерей видел ее там однажды вечером. Мы отправились на место, которое он нам указал, и по дороге встретили трех гепардов, которые сразу же убежали. Вскоре с другой стороны появилась Питпа. Мы показали ей следы гепардов, но они не произвели на нее никакого впечатления. она вернулась с нами в лагерь, нас карпа ела и опять ушла. Стояла прекрасная лунная ночь, и я почувствовала себя очень одинокой. Но это вовсе не значило, что мне было нечего делать, совсем наоборот. Часы, которые я проводила с Пиппой, были для меня отдыхом от возни с бумагами. Моя переписка возрастала. Мне приходилось писать письма в Найроби членам комитета Эльсы и фонд Эльсы, находившийся в Лондоне, а также письма правительству Кении и департаменту по охране диких животных. Мы старались помочь осуществлению различных планов по охране диких животных, но первоочередным делом был для нас заповедник Меру. Однажды я давала распоряжение относительно наших коз жене локаля. Вдруг подъехало несколько грузовиков с полицией и один лендрозер остановился возле моего лагеря. У них был приказ арестовать меня. Моё удивление не поддаётся описанию. Совесть у меня была совершенно чиста, никакого преступления я за собой не знала. Но мне сообщили, что я дважды нарушила закон. Во-первых, уклонилась от уплаты штрафа, когда меня задержали без прав на вождение автомашины. Во-вторых, не явилась в суд, невзирая на повторные вызовы. Я объяснила, что полгода назад, когда мои права были признаны недействительными, я в присутствии дежурного офицера на Ньюгской полиции написала письмо своему официальному поверенному в Найроби с просьбой уладить дело и добавила, что никогда не получала никакого вызова в суд. Я не хотела бросать лагерь, но мне дали понять, что меня насильно посадят в машину, если я добровольно не поеду в полицейское управление в мэру. Они обещали доставить меня обратно в тот же вечер. Так не успев ни поесть, ни переодеться, я втиснулась в полицейское лендровер и меня увезли. Проехав 30 миль, мы оказались у поворота к Мауа, деревушке, где квартировали полисмены. Она была в 3 милях от дороги в мэру. К моему удивлению, они направились в Мауа. Я спросил, почему мы не едем в мэру, и мне ответили, что нужно сначала забрать кое-что на этом посту. Но как только мы приехали туда, лендровер сменили на допотопный грузовик. Мне объяснили, что если я не хочу ехать на этой развалине, остается только одно, прогуляться пешочком 50 миль до мэру. Я сказала, что у меня нет шляпы, и мне станет плохо, если я несколько часов проведу в кузове под палящим солнцем. Тогда мне разрешили сесть в кабину между шофером и конвоиром. Мы выехали, но вскоре остановились, и в перегруженный грузовик набились еще пассажиры. Такие остановки оказались частыми, но мне это было на руку. Я знала, что помощник Джорджа поехал за покупками в мэру и должен был как раз сегодня вернуться. На очередной остановке по требованию я наконец заметила его машину и помахала ему. А он, увидев, что я путешествую в довольно необычных условиях, сообразил, что что-то случилось, повернул машину и поехал за нами в мэру. Там он остановился перед полицейским управлением. Я попросил разрешения выйти и размяться, но мне было приказано оставаться в кабине, так как предстояло проехать еще пятьдесят миль до Наньеки, где я буду заключена в тюрьму, чтобы дожидаться слушания моего дела. Я была ошеломлена. Недолго думая, я попросилась выйти на минуточку, в этом мне отказать не смогли, хотя по пятам за мной следовал конвольер. Как только мы очутились в здании управления, я пошла прямо в кабинет инспектора, которого хорошо знала. я объяснила ему, в какое положение попало, и он, извинившись, посоветовал мне оставить расписку на пятьсот шиллингов в его распоряжении, пока мне не сообщат официально, когда я должна явиться в суд в Наньеки. А пока он разрешил мне вернуться домой. Но перед этим я позвонила в Найроби, чтобы найти адвоката для защиты. Наконец, я и помощник Джорджа поехали домой. Но сначала у нас забарахли мотор, потом погасли фары, а тут еще внезапный дождь сделал дорогу ужасно скользкой. В таких условиях нельзя было спускаться по крутому склону к заповеднику Мэру, и мы поехали в Мауа, надеясь найти ночлег в миссии методистов, где у меня был знакомый доктор. Мы подъехали к его дому поздно вечером, и я очень удивилась, услышав веселый шум, доносившийся из этого обычно тихого дома. Очевидно, там шла вечеринка. Оказалось, что мой друг уехал, а его преемник не только руководил больницей, но еще и учил музыке африканский персонал. Шумная вечеринка на самом деле была просто уроком. Местные барабаны, самодельные флейты, ксилофоны, импортные гитары и губные гармоники сопровождали пение, голоса были прекрасные, и этот веселый урок становился все шумнее. Хотя дом был набит битком, доктор и слышать не хотел, что мы переночуем в другом месте и чуть ли не насильно поместил меня в своей комнате, а сам перебрался на кухню. На утро, как только сквозь пелену моросящего дождя стало видно дорогу, мы выехали и к завтраку уже были дома. Я успокоилась, увидев, что в лагере все по-прежнему, а Пиппа встретила меня очень ласково. Я привезла для нее семь фунтов мяса из мэру. Она проглотила их, как будто это была просто закуска. Пиппа в эту ночь опять где-то гуляла. Вместо нее мне составил компанию слон, который долго кормился в зарослях за рекой. Я и кричала на него, и пыталась напугать его вспышками фонаря, но это ему нисколько не помешало, и он продолжал спокойно обрывать листья с куста. Должно быть, это было какое-то особо лакомое растение, потому что слон из всего заповедника выбрал именно это место и приходил туда несколько ночей подряд, не давая мне уснуть. «Наконец, меня известили, что мое дело будет слушаться 18 августа. Джордж сопровождал меня для моральной поддержки. Потеряв целый день на плохих дорогах, мы проехали 180 миль до Наньюки и обедали с адвокатом, который должен был меня защищать. Он посоветовал мне признать свою вину. Действительно, в какой-то ошибке мои права не были оплачены с мая месяца. Он уверял, что никакого другого нарушения я не совершал и опасаться мне нечего. В день суда зал был битком набит. Для местных жителей это интересное и бесплатное развлечение. Когда появился судья, я почувствовала, что мое дело плохо. Он предъявил мне два обвинения. Первое вождение машины без надлежащих прав. В этом я признал себя виновным. Второе неуважение к суду, которое я проявила, написав письмо с отказом явиться в суд. В этом я себя виновной не признала. Мой защитник извинился извинился за это письмо от моего имени и объяснил, что оно было написано директором заповедника, который, будучи сам почетным офицером полиции, ответил вместо меня на повестку, полученную в августе. Стиль этого письма не понравился прокурору, который и так уже был настроен не в нашу пользу. Его отношение ко мне не улучшилось, когда мой защитник заметил, что мне вместо минимального законного срока 10 дней дали только 9 дней, чтобы явиться в суд, и поэтому второе обвинение несостоятельно. На минуту оцарилась тишина. Я в первый раз в жизни попала в суд, не говоря уже о скамье подсудимых. Как зачарованная слушала я горячие дебаты, в которых участвовали судья Индии, прокурор африканец и адвокат ирландец, защищавший меня, уроженку Австрии. Спор разгорелся о правильном толковании слов 10 дней со дня совершения преступления. Включается ли в это число день, когда совершено преступление? Были просмотрены несколько толстенных сводов законов. Но наконец судья признал ошибку полиции и приговорил меня только к штрафу в размере 30 шиллингов за просроченные права. Мы выехали из Наньяки в солнечном настроении. Оно не померкло даже от проливного дождя. В лагерь мы приехали в полной темноте в дикую грозу. Вскоре появилась Пиппо приласкалась ко мне, позволила Джорджу себя погладить и осталась дома на всю ночь. Ливень не прекращался несколько дней и реки стали выходить из берегов. Пиппо ужасно боялась мутных потоков, в которых таились крокодилы и бегемоты, но зато шлепала по всем лужам, чтобы вдоволь нализаться грязи. Ей было уже около двадцати месяцев, когда я увидела, что она серьезно охотится за теленком канны. Маленькая антилопа была в безопасности в середине стада, но Пиппо ловким маневром ухитрилась отделить теленка от матери и стала кружить около него, пока не подобралась почти вплотную. Тут на нее налетела мать, угрожающая встряхивая головой и пытаясь достать Пиппу рогами. Пиппа ускользала от нее до тех пор, пока все стадо не подоспело на помощь. Когда она увидела, что окружена прыгающими антилопами, она решила отказаться от столь сложного способа добыть пропитание и вернулась с нами домой в честно заработанному обеду. Конечно, Пиппе ничего не стоило узнать, когда в холодильнике есть мясо или когда помощник проезжает мимо лагеря, чтобы поохотиться за границей заповедника. Но однажды она почувствовала предстоящую кормежку, когда никто из нас даже не знал, что помощник отправился за добычей для нее. Целый день она не уходила из лагеря и только к вечеру прошла немного по дороге и остановилась. Она терпеливо сидела и смотрела на дорогу, словно чего-то ждала. И что же? Вскоре появилась машина, а в ней, как и следовало ожидать, было мясо для пиппы. Такие же необъяснимые случаи предвидения происходили и с Эльсой. Я рассказывал о них в своих книгах. Предположим, что это было сверхчувственное восприятие или телепатия. Почему же ничего подобного не случалось, когда Эльса с ольвятами или пиппы исчезали, и мы разыскивали их полные тревоги? Вот и теперь пиппа ушла из лагеря на три дня, и когда мы в конце концов отыскали ее след, то рядом увидели отпечатки лап самца. Не он ли был виноват в том, что так называемая телепатическая связь между мной и пиппой перестала действовать? Она была так поглощена им, что ей стало не до меня. Влаги ее пригнал без сомнения голод, потому что она так торопливо заглотала мясо, что тут же его отрыгнула, но снова съела без промедления. Нам приходилось часто наблюдать такое поведение у диких гепардах. Возможно, это стало причиной ошибочного утверждения, что гепарды отрыгивают пищу для своих детенышей. тем временем погода настолько испортилась, что всякое сообщение пешком, машиной и даже самолетом стало невозможным. Это было очень некстати. Бедный угас снова ужасно мучился от боли в глазу, который после недолгого улучшения опять воспалился и почти перестал видеть. С огромным трудом нам удалось переправить на самолете в лагерь Джорджа трех приезжих ветеринаров из Соединенных Штатов Америки, Англии и Федеративной Республики Германии. Они обнаружили на роговице две растущие язвы, но сказали, что операция не нужна и все вылечит пенициллин. Джордж опять начал делать угасо уколы. В начале ноября кусты на равнине часто бывают сплошь покрыты перелетными ласточками, которые останавливаются передохнуть после долгого пути из Европы. Они обычно сидят так тесно, что я различала отдельных птиц, только когда пиппа кидалась на них и они тучи и взмывали в небо. Очень интересно было наблюдать за скоплениями довольно крупных жуков. Они кружили над кустами как пчелиные роги. Локаль сказал, что это могильщики. Я часто видела могильщиков на добыче, но мне еще не приходилось встречать такие скопления, и я подумала, не связано ли это с дождями. Но даже Локаль, который обычно мог объяснить все, что нам встречалось на прогулках, не знал ответа. Несколько раз он вовремя предупредил меня, чтобы я не наткнулась на буйвола или носорога. Он заставил меня прислушаться к свисту еще невидимых встревоженных птичек, которые сплевывают клещей с этих животных и подают сигнал тревоги и своим хозяевам, и нам. Локаль не раз проявлял храбрость, когда перед нами неожиданно возникал буйвол, быстро обращал его в бегство метко нацеленными камнями. Но что с ним творилось, когда мы встречали безобидного варана? При виде этой большой пятнистой ящик бросался бежать, словно по пятам за ним гналась смерть. Безумно боялся он и хамелеонов африканцев вообще ни за что на свете не заставишь прикоснуться к этим совершенно безвредным существам. Зато, как это ни странно, он убивал всех улиток, которые попадались ему на глаза. На мой вопрос, зачем он это делает, он отвечал, потому что у них есть дом. Я никак не могла уловить смысл этого объяснения, и взяла с него слово, что он больше не будет истреблять эти полезные существа, и тоже хочет жить и радоваться жизни. Обычно мы шли молча, чтобы не спугнуть животных, следы которых встречались на звериных тропах. И даже если во время наших прогулок ничего особенного не случалось, я часто чувствовала себя глубоко счастливой. Возвратившись в лагерь, я любила сумерничать допоздна, чтобы увидеть, как загораются звезды. Слушая тишину, изредка нарушаемую львиным рыком в отдалении, я раздумывала о том, почему мне никогда не приходилось чувствовать такой же душевный покой, живя среди людей. может быть, близость к дикой природе приносила мне такое ощущение необъятности, вечности, что рядом с ним все остальное казалось мелким? Или причина в том, что мы слишком часто обманываем себя, предавая людям, которых любим облик созданный нашей фантазией, а потом сваливаем на них вину за собственное разочарование? И если некоторые из нас начинают любить животных больше, чем людей, то не потому лень, что на животных нельзя переносить человеческие свойства и вообще не с ними ни самообман, ни разочарование нам не угрожают. Чтобы внести немного комфорта в лагерную жизнь, мы построили с помощью локали небольшую пальмовую хижину, где разместился мой кабинет и столовая. Я приколола к стенам фотографии Эльсы с семейством и пиппы и сделала несколько полок для книг и посуды. На полу мы разослали брезент, чтобы уберечься от скорпионов, которые любят прятаться в закрытых помещениях. Мне очень повезло, что такой славный, добродушный человек, как локаль, помогал мне приглядывать за пиппой. Хотя у нас было не так уж много общих интересов, а вести долгие разговоры нам мешало то, что я плохо владела сурасили, а локаль английским. Однажды вечером мы гуляли в густых зарослях. Пиппа шла немного позади. Вдруг я услышала очень близко бурчание в животе слона. Локаль схватил меня за плечо и прошептал «Беги!» Мы бросились назад по тропе и выбежали на открытое место, где к нам подошла пиппа. Едва отдышавшись, локаль сказал мне, что я наткнул на трех львов, которые только что свалили водяной дыр. Его ноги еще дергались в предсмертных судорогах. Он очень убедительно восстановил всю сцену. Точно показал, на каком расстоянии от нас сидел большой темногривый лев, вероятно, убивший козла. Другой, моложе и со светлой гривой, сидел немного поодаль, а львица почти у самой тропы, не более чем в шести ярдах от меня. здорово нам повезло, что локаль услышал ворчание львов, которое я приняла за бурчание слоновьем в животе. Добрый наш локаль никак не мог успокоиться. Я чувствовала, что попала в дурацкое положение, я тошла впереди и ничего не заметила. Пиппа с безразличным видом облизывала лапы, и это меня удивило. Неужели мы были так близко от львов? Ведь при малейшем намеке на их присутствие Пиппа неизменно удирала. Мы вернулись домой в сумках. Унезапно Пиппа бросилась к заросли, и я увидела, как рядом с ее знакомой головой, над травой появилась голова чужого гепарда. Они стали кружить друг за другом, а потом чужой гепард уселся примерно в 50 ярдах от нас. Пиппа осторожно подошла к нему. Он заинтересовался ею, но как только пытался пойти ей навстречу, она убегала и все время поглядывала на меня, словно спрашивая совета. Мы с Лакалин стояли совершенно неподвижно. Оба гепарда вышли на дорогу и сели хутах в шести друг от друга. Посидев несколько минут, Пиппа вдруг бросилась к дикому гепарду, он вскочил, но Пиппа тут же обхватила его сзади. Чужак зарычал, и она поспешно отступила. Я впервые видел так близко гепарда, который был гораздо крупнее Пиппы. Это был или самец с набитым брюхом, или щеная самка. В сумерках трудно было разобраться. Минут пятнадцать они ходили кругами друг за другом, причем Пиппа проявляла инициативу, хотя и видно было, что она нервничает. Наконец дикий гепард ушел с дороги и скрылся в кустах. К этому времени стало темно, и даже в бинокль мне трудно было разглядеть, что там происходило. Я только заметила, что Пиппа вела себя нерешительно и посматривала то на гепарда, то на меня. Оба они прислушивались к чему-то, как будто еще один гепард скрывался в траве. В это время я услышала, что проезжает машина, и послала локаля остановить ее. Гепарда опять вышли на дорогу, и дикий усел со всего ярдых в десяти от меня, а Пиппа подвинулась ко мне. Я стала потихоньку пятиться к машине, надеясь, что она останется со своим новым другом, но они оба увязались за мной. Дикий гепард сохранял безопасную дистанцию в десять ярдов, а Пиппа прошла мимо меня и решительно направилась к Лендроверу. Я перегнала ее, вскочила в кабину и попросила водителя, не включая фар, подбросить меня и локаля до нашего лагеря. Но моя попытка оставить Пиппу в обществе ее дикого соплеменника провалилась. Она появилась в лагере вслед за нами и потребовала, чтобы ее накормили. Я боялась, что эта кормежка помешает ей вести себя, как полагается вольному гепарду, и сделала вид, что не понимая намеков. Немного погодя, она ушла, а я стал переживать свою варварскую жестокость. Около полуночи меня разбудило ее негромкое мурлыкание. На этот раз она своего добилась и, волю наевшись мясо Канны, опять ушла. Но на расцвете была тут, как тут, чтобы получить еще одну порцию. Как только расцвело, мы вместе с Пиппой вернулись на место, где разыгралась вчерашняя сцена. Там мы нашли следы двух чужих гепардов рядом со следами Пиппы. Потом она вернулась с нами в лагерь, но ушла, услышав приближение машины, на которой приехал Джордж. И мы не видели ее после этого два дня. я рассказала Джорджу последние новости и предложила пойти разведать место, где Локаль видел своих львов. В сопровождении Джорджа я ничего не боялся, даже если львы возле добычи. Локаль тоже отправился с нами, и мы с великими предосторожностями подкрались к опасному месту. Но успокоились, не обнаружив грифов на соседних деревьях, верный признак, что львы уже ушли от добычи. Значит, я все-таки не ошиблась. Это действительно было бурчание в слоновьем животе. И никто, кроме слона, тут не побывал, только посреди кустарника валялся ствол с двумя торчащими сверху сучьями, которые локаль и принял забрыкающегося в агонии водяного козла. Мы посмеялись над его чересчур живым воображением. Наше недоверие его очень обидело, и он продолжал настаивать на своем, утверждая, хотя и без всяких доказательств, что он все-таки видел трех львов у добычи. Мы не стали больше спорить и вернулись домой. Глава седьмая Тага 22 ноября мне пришлось съездить на несколько дней в Найроби с помощником Джорда. На обратном пути мы заехали в Меру и нам рассказали, что в католической миссии в Тайгании воспитывают маленького леопарда. Нам было по дороге и, разумеется, мы поехали туда. Малыш находился под присмотром отца Ботта. Он очень любил животных и делал все возможное, чтобы поддержать крохотное существо. Но у него было и без того много дел, поэтому он не мог постоянно находиться возле младенка, для которого это было просто необходимо. Мать бросила маленького леопарда, когда ему было всего два дня, и его нашли две недели назад на камнях под проливным дождем. С тех пор его кормили коровьим молоком, но у него развился тяжелый кровавый понос, который отец Ботта не умел лечить. В моей лагерной аптечке были лекарства от поноса, и поэтому отец Ботта согласился отдать мне малыша на время лечения. Конечно, мне было жаль отнимать у доброго Паттера его любимца, к которому он был очень привязан, но у меня было больше свободного времени и больше возможностей помочь, и он доверил мне малыша. Он принес молока, чтобы нам хватило на дорогу, обещал проведать нас в ближайшее время, и я уехала с маленьким леопардом на коленях. По дороге мы заехали в деревню и купили одеяло, бутылочку с соской и рыбьего жира вдобавок к сгущенному молоку и глюкозе, которые у меня были в лагере. Почти всю дорогу малыш сосал мои пальцы, а я поглаживала его очень пушистую шелковистую шерстку. В этом возрасте пятна сливали, так что мех казался почти черным, только на голове и на шее виднелся желтый пушок. Самой крупной частью тела у маленького животного были лапы, вооруженные хорошо развитыми острыми когатками. Насколько я понимал, это была самочка, и я решил назвать ее Тага, сокращенная от Тайгания. Совсем недавно, когда ей было всего десять дней, у нее открылись глаза, и их все еще застилала голубоватая дымка, но, несмотря на это, у нее была прелестная мордашка. Как Пипа встретит новенькую в своем лагере, думала я, а будет в ней материнский инстинкт, или она увидит в малышке соперницу. На свободе гепарды боятся леопардов даже больше, чем львов, потому что легкость леопард весит всего 120-150 фунтов, поразительная ловкость, способность отлично лазить по деревьям и ночной образ жизни дают этой кошке все преимущества перед другими хищниками. Многие опытные охотники считают, что леопард самое опасное животное Африки. Разглядывая прелестное беспомощное существо, которое лежало у меня на руках, я никак не могла поверить в такую репутацию и чувствовала, что эта будущая гроза зарослей уже завоевала мое сердце. Но как осторожно я должна проявлять свою любовь и заботу, чтобы не возбудить ревности Пиппы. К счастью, когда мы приехали, Пиппы не было дома, и мы спокойно занялись устройством Таги. Клетка, в которой мы перевозили Пиппу, прекрасно подходила для спальни, так что малышка могла ночевать рядом со мной. Для игры мы устроили загон, в нем Тага будет спокойно бегать, пока Пиппа не привыкнет к ней, и они не начнут играть вместе. Локаль, повар и слуга приступили к работе с огромным рвением, Тага понравилась им с первого взгляда, хотя они обычно побаивались всех опасных животных. Разве можно было устоять перед пушистым комочком, который ползал у наших ног, а иногда и кувыркался через эти живые камни? Я кормила тагу каждые два часа, разбавляя одну часть несладкого сухого молока двумя частями воды и добавляя туда каплю поливитаминов, три капли рыбьего жира, немного соли и чуть-чуть сульфагуанидина от поноса. Тага массировала лапками бутылку, как будто это был материнский живот, ей хотелось выжать побольше молока, и я приделала дощечку к горлышку бутылки, это все-таки больше походило на живот, чем скользкая бутылка. Пипа вечером не пришла, и я сидела в сумерках возле хижины, держа малышку на колесах. Уже почти стемнело, когда я вдруг увидела, к моим даму из-под стола выползает кобра. Держа Тагу в одной руке, я схватила палку, всегда находящуюся под рукой, на всякий случай, и убила змею, уже готовую напасть. Это происшествие меня встревожило. Я боялась не за себя, я могу защищаться, а за Тагу, пока она так беспомощна, ее нужно охранять от змей. В десять часов я накормила ее в последний раз и уложила рядом со своей кроватью в клетку, на дно которой я положила свежей травы, чтобы Тага привыкала к природе. Клетку я накрыла одеялом, и мы уснули. В шесть часов утра меня разбудила мурлыками пиппы. Полчаса она не замечала накрытого одеялом ящика, а потом обнаружила Тагу и стала с мурлыками принюхиваться. Я поскорее принесла ей молока и возилась с ней, пока она наконец не усела у входа в палатку, откуда спокойно смотрела, как я кормлю Тагу. Первое знакомство кажется сосло удачно. Еще больше меня обнадежило, что пиппа не изменила своим привычкам. Получив свое мясо, она опять исчезла на целый день. Утро я провела в кабинете, разбирая корреспонденцию. Тагу я держала на коленях, чтобы ей было теплее. Как только я переставала печатать, она сосала мой палец, выражая свое удовольствие звуком «ва-ва-ва-ва», а не удовольствие пискливым мяуканьем. Потом она неуверенно ползала вокруг и даже выбралась за порог кабинета, но тут же нашла свою спальню, которую я поставила поблизости, залезла внутрь и уснула. Пиппа вернулась к чаю и стала обнюхивать тагу через сетку, но та в ответ на дружеское мурлыканье только огрызнулась. «Чтобы загладить эту грубость, я взяла пипку на прогулку и старалась быть как можно лаптаной, но стоило мне к ней притронуться, как она с рычанием отбегала, а потом и вовсе скрылась. Я подумала, что ей не нравится запах леопарда, который сохранился на моей одежде, и решила всякий раз переодеваться, пока она не привыкнет к таге. По дороге домой мы увидели пиппу, которая гналась за шакалом и почти догнала его, но тут они оба исчезли из виду. Вскоре я услышал лая шакалов и подумала, не убила ли пиппа какую-нибудь дичь, но этого я так и не узнала, потому что пиппа не приходило два дня. А маленькая тага тем временем завоевала все сердца. Даже повар, который никогда не отличался любовью к животным, предложил брать на себя роль няньки в тех случаях, когда меня не бывает в лагере, и мирно дремал возле нее, пока она исследовала свой вольер и устраивала уютное логовище под густым кустом. Тага всегда искала укромное местечко для отдыха, и мне пришлось осматривать кабинет в поисках скорпионов, потому что она всегда совалась во все темные углы. Маленький леопард был чистоплотным от рождения и всегда отходил от своего дома, чтобы оправиться. Однажды ночью я услышала, что Тага хныкая пытается выбраться по сетке из своей спальни. Я бросилась к ней и увидела, что там мокро. С тех пор я внимательно прислушивалась к звукам, которые показывали, что ее надо выпустить. Покончив с делами, она снова засыпала, предварительно немного покуражившись, чтобы примять траву. Через несколько дней у меня появилась новая забота. Желудок у Таги не действовал без слабительного. Я пробовала массировать ее в брюшко, чтобы усилить перистальтику, но это не помогало. Только потом я узнала и, к сожалению, слишком поздно, нужно было потереть под хвостиком мокрой тряпкой, потому что все животные в таком раннем возрасте не могут сами освободить кишечник, и мать всегда вылизывает у них под хвостом. Каждое утро после кормежки я обирала стадии клещей. Просто невероятно, какую массу клещей она успевала набрать. Мне удавалось удалить их только пинцетом. Вообще же она была поразительно чистоплотна и часто вылизывалась. Так была страшная плутовка. Нельзя было не расхохотаться, когда она, наевшись, лежала у меня на коленях кверху круглым, как мячик брюшком, размахивая всеми четырьмя лапами и поглядывая на меня своими голубоватыми глазками, улыбалась во весь рот. Но ее коготки даже в таком нежном возрасте были острее бритвы, и оставляли царапины, которые легко воспалялись. Я пробовала заставить ее убирать когти, но она только отбивалась с удвоенной энергией. Говорят, что во сне освобождаются подавляемые эмоции. Интересно, какие же чувства подавляла Тага, потому что во сне она иногда отчаянно царапалась, словно сражаясь не на жизнь, а на смерть. Она стала такой непоседой, что один из нас должен был постоянно находиться при ней, чтобы она не попала в беду. Из всех диких животных, которых мне приходилось воспитывать, Тага безусловно была самой смысленной и развивалась быстрее других. лагерь она успела изучить всего за один день, отлично ориентировалась и ни разу не заблудилась. Еще не умея как следует ходить, она при виде меня уже взбиралась на сетку своего вольера. Когда ей было всего двадцать дней, я заметила, что у нее появляются верхние резцы. Через два дня показались нижние, а еще два дня спустя прорезались и клыки. Тридцать четыре дня стали видны нижние коренные, а в сорок два дня у Таги был полный набор молочных зубов. Когда ей исполнилось три недели, розовый нос и подушечки на лапах потемнели, а желтая опушка на шее и голове стала заметнее, к этому времени она уже умела с невероятной силой вцепляться во все, что ей нравилось. Она так впивала с мелкими, но очень острыми зубами и когтями в мою руку, что приходилось сразу сдаваться, несмотря на то, что на мне были брезентовые перчатки до локтя. Она безусловно понимала, что может добиться чего угодно, но как она умела вознаградить меня за лишнюю царапину? Она так ласкалась и подлизывала, что устоять было невозможно, и все обиды мгновенно забывались. Поначалу Пипа удивительно хорошо относилась к таге и часто пыталась потереться об нее носом сквозь сетку. Но у зверей настроение меняется, как и у людей. Сегодня Пипа очень приветлива с малышкой, а на следующий день даже запаха ее не выносит и убегает прочь. Иногда она вдруг начинала ревновать. Правда, это была благородная ревность. Она никогда не вымещала обиду на сопернице, а просто не замечала моего присутствия. Я держала животных врозь до тех пор, пока не убедилась, что Пипе можно доверять. К счастью, ждать пришлось недолго. Очень скоро я смогла брать на колени тагу, когда Пипа мурлыкая лежала рядом и гладить сразу обеих. Жизнь у нас была чудесной. Все звери и птицы, которые жили здесь раньше, привыкли к нашему лагерю. И я часто видела, как две агамы принимали солнечные ванны на поваленном дереве, по которому Пипа переходила реку. Ярко-бирюзовый самец вскидывал оранжевую голову при малейшей тревоге, а буроватая пятнистая самочка скрывалась от опасности в дуплистом стволе их жилища. Они очень любили муравьев и кусочки мяса и подходили за этими лакомствами совсем близко. Была еще одна нарядная пара прелестные нектарницы, которые очень редко встречаются в этой части тени. они построили гнездо из перьев и листьев с настоящим козырьком у входа и подвесили его при помощи травинки к кусту над самой рекой. Под этим же кустом жил варан, и я часто слышала, как он шуршит по ночам в траве возле моей палатки. Хотя вараны не прочь полакомиться яйцами птиц, самым опасным врагом нектарниц был не варан, а красноголовый ткач. Эта птица появилась в лагере внезапно и напала на нектарниц с такой яростью, что они бросили свое гнездо и стали строить другое, тоже над самой рекой. Я думала, что ткач сам займет покинутое гнездо, но он исчез так же неожиданно как и появился. Мы часто видели гнезда колонии ткачиков на кустах свисавших над водой. Должно быть для защиты от таких хищников, как генепта. Конечно, это было хитроумное приспособление, но я никак не могла понять, как не тонут птенчики, впервые слетевшие с гнезда. Ведь они почти наверняка планируют прямо в воду. Возможно, некоторые ткачи тоже понимали эту опасность и поэтому стали селиться на деревьях, под которыми стояли наши палатки, явно рассчитывая на наше покровительство. В следующий гнездовой период красивые нектарницы тоже построили гнездо над моей палаткой. Пока что это были единственные птички, поселившиеся на большом тамаринде. И каждое утро я просыпалась от их радостного щебета, пока самочка не села на яйца. Но однажды утром я услышал тревожные крики. Красноголовый ткач вернулся и снова напал на них. Несколько часов подряд он свирепо пикировал на самку, а она мужественно защищала гнездо. Наконец ткач убрался и все успокоилось. Я считала, что моя птичка выиграла сражение. Но это была преждевременная радость. Красноголовый ткач возвратился с целой оравой черноголовых. В конце концов весь тамарин так и кишел этими ярко-желтыми агрессорами, которые принялись строить гнезда рядом с обезумевшими от горя нектарницами. Мой рабочий стол стоял под деревом, но печатать было невозможно, не только из-за оглушительного шума, а и потому, что я была огорчена этим вторжением не меньше бедных пичуг. Я швыряла камни ткачей и целый день держала их на расстоянии, но на следующее утро мне нужно было ненадолго уйти из лагеря, а когда я вернулась, меня встретила мертвая тишина. Ни ткачей, ни нектарниц. Я нашла только сброшенное на землю гнездышко и рядом разбитое яйцо. Должно быть, ткачи только притворялись, что строят гнезда, чтобы напугать и вытеснить нектарниц, потому что теперь, добившись своего, они не достроили своих гнезд, и те болтались, как травяные кольца на всех ветвях. Эта война ткачей и нектарниц была мне непонятна. Ткачи не могли претендовать на территорию, потому что нигде поблизости они никогда не жили, и нектарницы, питающиеся нектаром, никак не могли помешать этим зерноядным и насекомоядным птицам. Откуда эта непонятная жажда разрушения? Тут мне придется признаться, что я и сама почти каждый день убивала змей, что в сущности также неоправданно. Но никогда ни в одном лагере мне не пришлось испытывать такого нашествия кобр, жабьих гадюк, древесных змей. Вечером я всегда клала ноги на стул, чтобы не натыкаться на змей. Я знала, что змеи обычно ищут убежище и только но доверять им не следовала, а из-за таги приходилось быть особенно осторожной. У нее развивалась инстинктивная потребность скрываться, так что иногда мы не могли отыскать ее. Я обнаружила ее логово только случайно, когда пролила воду возле ящика с продуктами в пуппой палатке. Тут откуда ни вознес, появились две лапки и из-за ящика, цепляясь за гладкую металлическую поверхность, вылезла тага, торопливо полакала грязь из лужицы и быстро юркнула обратно в свое убежище. Я уже знала, что пиппе грязь полезна для здоровья и решила, что леопарды тоже едят ее. С этих пор я всегда устраивала маленькие лужицы возле любимого убежища таги, делая вид, что не знаю, где она. Я не хотела мешать ей прятаться и звала ее только издали. Она спешила к нам со всех ног, только бы мы держались подальше от ее тайника. Это было очень трогательное зрелище. Пока тага получала сульфагуанидин, поноса у нее не было. Но стоило прекратить лечение, как все начиналось снова. 5 декабря к нам завернул наш друг, ветеринар доктор Тони Хартурн, который ехал к Джорджу посмотреть больной глаз у Гасса. Я рассказала ему о болезни таги, и он прописал диету. Рисовый отвар, молоко и стрепатриадные таблетки. Два дня пришлось уговаривать тагу, но наконец таблетки были проглочены, и она окончательно излечилась от поноса. Тони видел причину ее беспокойства в том, что у нее режутся зубы, и посоветовал мне давать ей грызть что-нибудь твердое. Мои пальцы оказались тоже подходящими предметами для жевания, хотя тага получала деревянные палочки, которые тут же превращала в кашицу. Много времени спустя мне прислали фотографию леопарда, ровесника таги, который рос в зоопарке. Несомненно, и у него была потребность грызть предметы, чтобы чесать десны, но он не мог этого делать, потому что на шею ему надели специальный воротник величиной с большую тарелку. Если детеныш восстанет, и совершенно справедливо против такого обращения, ему, конечно, тут же налепят верлык опасного зверя, а виноваты в этом люди, которые мешали ему проявлять природные инстинкты. Таги не пришлось переносить никакого насилия, ей были предоставлены все возможности для свободного развития. Ей очень нравилось взбираться по сетке вольера, и нам все время приходилось следить, чтобы она не выбрала снаружи. На стулья влезать было гораздо труднее, нужно было подтянуться до сидения, и тут очень мешало толстое брюшко, так что иногда она кувыркалась вниз, но не отступала до тех пор, пока не взбиралась на стул. Усевшись, Тага победоносно улыбалась нам и самодовольно произносила свое уа-уа-уа. Только на 34-й день она перестала неуклюже ковылять, и ее движения приобрели гибкость и ловкость. Примерно в это же время она научилась высоко подпрыгивать, увертываясь от меня. Мы очень полюбили эту игру, в которой Тага неизменно выигрывала. Часто у животных, в том числе и у человека, вырабатывается рефлекс на привычную обстановку, а не на то, что обычно в этой обстановке получали. Например, я всегда кормила Тагу на стуле возле кабинета. Когда ей хотелось есть, а стула на месте не было, она взбиралась по пальмовым листьям, которыми была покрыта стена хижины, и ждала. Раз пищу всегда отдают на возвышении, значит, если захотелось есть, надо забираться повыше. Точно так же, когда убирали ее клетку, она засыпала на голой земле, на том месте, где была спальня. Я и себя не раз ловила на том, что, например, ищу какую-нибудь вещь там, где она была раньше, даже если не знаю, что сама же положила ее в другое место. Как видите, условные рефлексы вырабатываются не только у животных. Круглая головка таги со временем удлинилась, а ушки, которые раньше были посажены очень низко, что придает особое обаяние детенышам, теперь торчали почти на макушке, и кожа за ушами стала черной, так что тага превратилась в настоящего маленького леопарда. Она быстро росла, казалась вполне здоровой, и постоянно двигалась, обследуя свои владения или карабкая по сетке вольера. В одном ей не везло, у нее был хронический запор, так что приходилось ставить вазелиновые клизмы. Набегавшись, она часто прижималась к пипке, которая ложилась у самой сетки вольера. Я видела, как они ласково облизывают друг друга. Пипа мурлыкает, а тага старается дотянуться до нее лапами сквозь сетку. Эта взаимная привязанность была очень трогательна. С тех пор, как Эльса прославилась на весь мир, моя жизнь очень изменилась. Мне приходилось часто сдерживать свои чувства, слишком я была на виду. Конечно, я привязалась к пипке, но только появление беспомощной маленькой таги захватило меня врасплох. Она попала ко мне в таком же возрасте, как и Эльса, и снова пробудила во мне материнский инстинкт. С пипкой я встретилась, когда она уже вышла из детского возраста, и потому она стала для меня просто товарищем. пипка не приходила в лагерь 7 и 8 декабря. Ничего особенного в этом не было, но ее шерсть стала удивительно шелковистой, и держалась она так отчужденно, что я подумала, не появился ли у нее самец. Я взяла на заметку эту дату, и, отсчитав 93 дня, срок беременности, отметила день 9 марта как возможный день рождения малышей. Она по-прежнему ходила со мной в далекие прогулки, по-прежнему играла в прятки, покусывала мои руки или, шутку, толкала меня лапами, но никогда нельзя было предвидеть, как она станет вести себя, вернувшись влаги. То она проходила мимо Таги, не глядя, то злобно бросалась на нее, а иногда наоборот ласково обнюхивала ее и ложилась как можно ближе, прижимаясь к ней через сетку. Однажды вечером навестить Тагу приехал отец Ботта вместе с компанией туристов. все они стали восторгаться Пиппой, а та обратила внимание на маленькую четырехлетнюю девчурку и принялась толкать ее носом и ловить лапами ее ножки, явно показывая свое расположение к новой подруге. Девочке Пиппа тоже понравилось. Они ни капельки не боялись друг друга и играли с большим удовольствием. Потом мы пошли в лагерь. И Таге полюбилась малышка, а та вела себя с ней так же доверчиво, как с Пиппой, не обращая внимания на беспокойство родителей. Этот случай лишний раз доказывает, что у человека нет никакого врожденного страха перед дикими животными. Он проявляется только после того, как ребенку внушат, что дикие звери опасны. Если внимательно расследовать все несчастные случаи, в которых замешаны так называемые опасные звери, очень часто оказывается, что человек сам раздразнил животное, и тому просто пришлось защищаться. Отец Ботта был так доволен видом и поведением Таги, что предложил мне оставить ее у себя и потом выпустить на волю. Позднее под вечер я видела великолепного темного гепарда и узнала в нем приятеля Пиппы. Он бежал в том же направлении, куда днем ушла она. Пиппы не приходила двое суток, потом забежала только поесть и опять исчезла. Когда я увидела след второго гепарда, ведущего в ту же сторону, я перестала сомневаться. Пиппы нашла себе пару. Пока Пиппы не было в лагере, я могла отдавать все внимание Таге. Глаза маленького леопарда совсем освободились от голубой муки, но все еще сильно косили, так что казалось, что Тага не может их правильно сфокусировать. Чтобы исправить этот недостаток, я сделала бумажный мячик, обмотала его бечевкой и подвесила над ее ящиком. Тага увлеклась этой новой прыгучей игрушкой и, промахнувшись несколько раз, научилась доставать мячик, куда бы я его не подвешивала. Кроме того, я соорудила небольшой полотняный мешочек, набитый бумагой. Она запускала в него когти и мотала из стороны в сторону. По-моему, это хорошее упражнение для сухожилий, втягивающих когти. Потом Тага сама обгружила корзину для бумаг и так вдохновенно расправилась с ее содержимым, что весь мой лагерь словно снегом был засыпан бумажными обрывками. А как здорово было лазить по ящику с пивом, чтобы бутылки звенели. Единственное, что мне в Таге не нравилось, это ее острые когти. Я никак не могла научить ее прятать их во время игры. Я даже пробовала подпиливать их пилочкой для ногтей, но скоро бросила это занятие, потому что за один день у нее отрастали еще более острые когти. в конце концов пришлось просто носить с собой порошок стриптоцида, чтобы засыпать многочисленные царапины. А вообще Тага была совершенно неотразима. Я очень любил заглядывать ей в глаза. Они так часто искрились от смеха и радости. Но зато когда она злилась, эти глаза смотрели субийственной жестокостью. Я постоянно снимала с Таги клещей, которых она набирала в огромном количестве. Меня это беспокоило, потому что клещи обычно в таком множестве нападают только на больных животных. Но Тага казалась вполне здоровой, если не считать неполадок с пищеварением и легкого недомогания, вызванного появлением зубов. мне хотелось стимулировать деятельность ее кишечника, и я обнаружила, что она лучше освобождает его, если ее привести на место, где она уже оставила помет. Это напомнило мне привычки дигдика и носорога, которые по разным причинам тоже приходят на одно и то же место, пока куча помета не становится слишком высокой. 21 декабря Тага плохо ела, все время чесала челюсти, и я решила, что у нее режутся зубы. Тут приехал помощник Джорджа, которому приходилось выкармливать маленького леопарда, и он посоветовал мне начать давать ей мясной фарш. мясо она съела с жадностью, и оно ей так понравилось, что вечером я дала ей еще одну порцию. Всю ночь она проспала спокойно, но на следующий день она была какая-то скучная, взяла грязь. В этот день ей исполнилось шесть недель, и у нее прорезались последние коренные зубы. Я окунула палец в глюкозу и дала ей пососать, надеясь, что она захочет после этого пить и попьет молока, но она только приоткрыла рот, вздохнула, но пить не стала. За последние два дня она сильно похудела, стала жалкой, но мне казалось, что все это из-за зубов. Я пыталась утешить ее, гладила и брала на руки, когда она выходила из своего убежища, а к ночи взяла к себе в постель. Она обхватила мою шею и крепко прижималась ко мне, когда я шевелилась, а клещи и блохи тем временем расползались по мне во все стороны. Всю ночь она сосала мои пальцы, трогала мои веки и лизала лицо, негромко попискивая. Эти звуки были так не похожи на ее обычную болтовню, что я внезапно поняла, Тага серьезно больна. Я ловила все ее движения, боясь, что они вот-вот затихнут, и молилась, чтобы она осталась жива. На рассвете, когда небо стало розоветь, возвратилась Пикпа. Она уселась рядом с нами и не сводила с нас глаз. Когда я встала, оставив Тагу под защитой противомоскитной сетки, Пикпа сбила меня с ног и убежала за реку. В это утро у Таги впервые подействовал в желудок без сладительного. Я подумала, что это действие мяса и попробовала скормить ей еще немного фарша, но от этого ей стало хуже. Тогда я решила отправиться в мэру к ветеринару, который уже однажды вылечил Пикпу от бабизи и леза. Я знала, что Тага привыкла к повару и взяла его с собой, чтобы он держал ее на коленях, потому что мне надо было 80 миль вести машину по очень плохим дорогам. Но при каждом новом толчке бедная Тага пыталась вырваться и перебраться ко мне. Наконец, мы приехали в мэру. Было 11 часов утра. Доктор взял мазок крови. Кровь не сворачивалась, а текла как вода. Он определил анемию. Десны у Таги были совсем бледные и поставил диагноз кошачьей бабе Зиелез, который убил Эльсу. Заметив мое отчаяние, он постарался уверить меня, что Тагу можно вылечить, потому что болезнь пока еще в первой стадии. Нужно было ждать результатов анализа крови, и я села с Тагой на газон возле лаборатории. Она так обессилела, что не могла стоять, и совсем ослабев, лежала у меня на коленях, но следила за всеми движениями ветеринара. Он безуспешно пытался заставить ее проглотить раствор глюкозы, вливая его ей в рот из шприца. Я смирила ей температуру. Она была почти нормальная, 38,9 градуса. Ветеринар заверил меня, что сильное средство феномидин обязательно исцелит Тагу, и пошел готовить инъекцию. Я смотрела на Тагу и гладила ее шелковистый мех. Она крепко уцепилась за мои пальцы. Ветеринар вернулся со шприцем, в котором был один кубик феномидина из расчета 5% к общему весу тела, который он принял равным 6 фунтам. Мне показалось, что это слишком много, потому что Тага весила никак не больше 4 фунтов, но ветеринар настаивал на своем. Мне никогда не забыть, какими тревожными глазами Тага стало прерывистым. Ветеринар приготовил еще несколько ампул, чтобы я сама сделала инъекцию в лагере, а потом закрыл лабораторию на обеденный перерыв. Я видела, что Тагу невозможно вести в таком состоянии по ужасной дороге, и решила подождать два часа, посмотреть, как подействуют лекарства. В это время появился отец Ботта. Увидев Тагу и услышав ее частое дыхание, он, как и я, усомнился, выдержит ли ее сердце. С волнением, ожидая возвращения ветеринара, я решила заночевать в мэру. Я зашла к одному из друзей, и пока он распоряжался нашим устройством на ночь, сидела в прохладном кабинете с Тагой на руках. Вдруг она тихонько пискнула, судорожно вытянулась и вся обмякла. Мы бросились к ветеринару, он сделал ей укол против действия Феномедина, но все уже было окончено. Я оставила трупик Таги у ветеринара для вскрытия и уехала домой. Это было 23 декабря. Какой грустный сочельник ждал меня. Сочельник и уехала сочельник и уехала сочельник и уехала два декабря. Продолжение следует...